Филипп Керр. Друг от друга. Роман. Перевод с английского Митрофановый. Москва. Иностранка. 2008 год. Лекарства от скуки. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Посвящается Джейн. Эпиграф. Боже, даруй мне милость принять безмятежно то, чего нельзя изменить. Мужество — изменить то, что изменить возможно, и мудрость — отличить одно от другого. Райнольд Нибур. Пролог. Берлин. Сентябрь. 1937 года. Я помню, какая чудесная тем сентябрём стояла погода. Называли её погода Гитлера. Даже природа благоволила Адольфу Гитлеру. Помню, как он держал громовую речь, требуя для Германии и иностранных колоний. Пожалуй, тогда мы в первый раз и услышали от него фразу «жизненное пространство». Но ни у кого и мысль не мелькнула, что для расширения жизненного пространства для нас необходимо, чтобы сначала погибли миллионы. Я жил и работал в пространстве под названием Берлин. Работы там для частного детектива было хоть отбавляй. Прежде всего, конечно же, розыск пропавших. Исчезали в основном евреи. Многих убивали в глухих переулках или отправляли в концлагеря, о чём власти не заботились уведомлять их семьи. При этом нацисты развлекались от души. Официально евреев поощряли к эмиграции, но так как им запрещало забирать с собой имущество, на такой шаг мало кто решался. Правда, некоторые изобретали всяческие хитроумные уловки, чтобы вывезти свои деньги из Германии. Одна, например, такая. Еврей помещал на депозит в германский суд большой запечатанный пакет, набитый ценностями с уведомлением «Распоряжение на случай смерти такого-то», как бы перед отъездом в отпуск за границу. Там еврей умирал и подавал оспрошению французский или английский суд запросить у германского суда пакет, содержащий распоряжение на случай смерти. Немецкие юристы были только довольны оказать услугу коллегам, пусть даже французам или англичанам. И таким манером довольно много удачливых евреев ухитрялись воссоединиться своими наличными и драгоценностями, которых хватало для начала новой жизни в новой стране. А другая хитроумная схема была придумана, хотя в такое трудно поверить, отделом по еврейскому вопросу службы безопасности, СД. Это помогало евреям уезжать из Германии, а попутно обогащало офицеров СД, участвующих в сделке. Называли мы ее схемой «еврей-разносчик товаров» наидиш точер. Я узнал о ней, когда ко мне обратились двое клиентов, страннее которых я в жизни не встречал. Пауль Бегельман, богатый бизнесмен, немецкий еврей, владевший несколькими гаражами и торговавший машинами по всей Германии. И эсэсовец, штурмбанкфюрер, доктор Франц Зикс, начальник отдела по еврейскому вопросу службы безопасности, СД. Меня вызвали навстречу с ними в Гогенцоллерн-Палас на Вильгельмштрассе, скромный департамент, занимавший всего три кабинета. Позади из стола Зикса помещались портрет фюрера и целая выставка дипломов юридических ученых степеней из разных университетов — Гедельберга, Кёнигсберга и Лепсига. Вполне вероятно, Зикс был наци-мошенником, но наци-мошенником наивысшей квалификации. Лет тридцати, обликом далеко не ариец, он совсем не походил на идеал Гиммлера. Тем на волосы, губы сложены в самодовольную улыбку, и на евреи похож не меньше, чем Пауль Бегельман. А Зикса слегка лейла одеколоном и лицемерей. На столе у него стоял бюст основателя Берлинского университета Вильгельма фон Гумбольта, прославившегося еще и тем, что он сформулировал тезис о невмешательстве государства в личную жизнь своих граждан. Но, по-моему, в этом пункте штурмбанфюрер Зикс вряд ли был с ним согласен. Бегельман был постарше Зикса, повыше ростом, с темными вьющимися волосами и губами толстыми и розовыми, будто мясной рулет. Он вроде бы улыбался, но глаза его выдавали страх. В этом здании, в окружении черных мундиров, он походил на мальчишку из хора, пытающегося подружиться со стаигиен. Говорил почти все время только один Зикс. Как я слышал, Зикс был из Мангейма, славившегося крепкими традициями общества Иисуса. В щегольском черном мундире Франц Зикс больше походил не на обычного мерзавца ССД, а именно на монаха-изуита. Гер Бегельман выразил желание эмигрировать из Германии в Палестину. Без промедления приступил он к делу. Естественно, он испытывает тревогу за свой бизнес в Германии и последствия для местной экономики, которые могут возникнуть после его продажи. Ради того, чтобы помочь Геру Бегельману, наш департамент предложил решение проблемы, в осуществлении которого может помочь вы, Гер Гюндер. Официально Гер Бегельман не эмигрирует. Остается гражданином Германии, работающим за границей. Он станет служить в Палестине в качестве торгового представителя собственной компании. Таким образом, он сможет получать жалования и иметь долю от прибыли, одновременно следуя политике нашего департамента поощрять эмиграцию евреев. Он требуется, чтобы открыть кредит и арендовать помещение в Яффе, где разместился новый автосалон. Аренда поможет юридически подкрепить новые предприятия Гера Бегельмана. «Нам также нужно, чтобы наш агент доставил определенные предметы собственности в англо-палестинский банк. Естественно, Гер Бегельман готов заплатить существенный гонорар за эти услуги. Тысяча английских фунтов будет выдано в Яффе. И, естественно, СД обеспечит всю необходимую документацию, подготовив все бумаги. Вы отправитесь туда как официальный представитель автосалона Бегельмана, а неофициально будете действовать как тайный агент СД». «Тысячи фунтов?» «Это большие деньги, уронил я». «Но что случится, ежели гестапо начнет задавать мне вопросы насчет этого дела? Им, пожалуй, не понравятся какие мои ответы. Про это вы подумали?» «Разумеется». Отрубил Зикс. «Вы что, меня за идиота принимаете?» «Я нет. Но за гестапо я не отвечаю». «Так получилось, что я посылаю еще двух агентов в Палестину для сбора информации. Это согласован на высшем уровне. Нашему департаменту поручили расследовать возможности насильственной миграции евреев в Палестину. Для полиции безопасности Зиппо вы станете одним из исполнителей этой миссии. Если гестапо вздумается задавать вам вопросы о поездке, вы будете в полном праве ответить, как и два других наших человека, что вы занимаетесь разведкой, выполняет приказы генерала Гейдриха и по причинам безопасности операции обсуждать ваши задания не вправе». Приостановившись, Зикс раскурил тонкую и вонючую сигару. «Вы ведь выполняли какую-то работу для генерала и прежде, верно?» «И все еще стараюсь забыть об этом», — я покачал головой. «Со всем моим уважением, герр Штурмбарнфюрер. Но если двое ваших людей уже едут в Палестину, зачем же вам понадобился еще и я?» Бегельман откашлялся. «Разрешите мне, герр Штурмбарнфюрер?» — робко спросил он с сильным гамбургским акцентом. Зикс, пожав плечами равнодушно, кивнул головой. «С тихим отчаянием», — Бегельман взглянул на меня. «На лбу у него проступил пот, как я подозревал, не только из-за необычно теплой сентябрьской погоды. «Затем, герр Гюнтер, что ваша репутация бежит впереди вас?» «Не говоря уж о вашей отличительной черте, метко шибать мишени», — прибавил Зикс. Взглянув на Зикса, я кивнул. «Пора кончать церемониться с этим юристом-мошенником». «То есть вы желаете сказать, герр Бегельман, что не доверяете ни этому департаменту, ни его сотрудникам?» Лицо у бедняки Бегельмана стадальчески исказилось. «Нет, нет, что вы, дело совсем не в этом!» Меня забавляло из ситуации, и я был не в силах остановиться. «Вам не позавидуешь!» «Одно дело быть ограбленным, и совсем другой калинкор, когда грабитель еще и просит вас помочь поднести добычу к машине!» Зикс закусил губу. Я видел, что с гораздо большим удовольствием он бы перекусил мне вену на шее. Единственное, почему он еще сдержался и промолчал, категорическим отказом я еще не ответил. Может, сообразил, что я и не откажусь. Тысячи фунтов есть тысячи фунтов. Пожалуйста, Гер Гюнтер, с превеликой радостью Зикс предоставил все упрашивания Бегельману, и тот продолжал. «Вся моя семья будет очень, очень вам благодарна за помощь». «Ну да, тысячи фунтов, я уже слышал». «Чем-то не устраивает вознаграждение?» Бегельман оглянулся на Зикса, ища подсказки. «Но не получил. Штурмбанфюрер был все-таки юристом, а не барышником, и торговаться не собирался». «Да нет же, Гербя Гюнтерману возразил я, платы щедрые. Проблема во мне у меня. Аллергия разыгрывается, когда ко мне начинают лазиться собаки определенной породы». Но оскорбляться Зикс упорно не желал. «Профессиональное качество юриста. Готов отбросить все человеческие чувства ради главной цели — делать деньги». «Надеюсь, грубите вы, Гербя Гюнтер, не служащему германского правительства», — пожурил он меня. «А то кое-кто, пожалуй, может решить, слышь подобные высказывания, будто вы против национал-социализма. В наше время такая позиция не очень-то полезна для здоровья». Я покачал головой. «Вы неправильно меня поняли». «В прошлом году у меня был клиент по имени Герман Зикс, промышленник. Нагрел меня по полной программе. Надеюсь, это не ваш родственник?» «Как не грустно, нет. Я родом из очень бедной семьи из Мангейма». Я посмотрел на Бегельмана. Мне было жаль его. Следовало бы, конечно, ответить «нет». Но я все-таки сказал «да». «Ладно, я согласен, но вам, господа, лучше вести со мною честную игру. Я не из тех, кто прощает и забывает. И подставлять вторую щеку тоже не в моих привычках». Очень скоро я пожалел, что ввязался в махинацию Зикса и Бегельмана. На следующий день я в одиночестве сидел у себя в агентстве. На улице поливал дождь. Мой партнер Бруно Штахлякер ушел по делу, который мы сейчас расследовали. Так он сказал, но, скорее всего, он не даст разориться бару в Вядинге. Раздался стук в дверь и вошел посетитель в кожаном пальто и широкополной шляпе. — Назовите это обостренным чутьем, но я сразу догадался, он из гестапо, еще до того, как он показал мне, раскрыв ладонь, маленький круглый жетон. Лет гостю было около двадцати пяти, но на макушке уже проглядывала лысина. У него был маленький кривой рот и остренький слабый подвородок, рассмотрев, который я заподозрил, что парень больше привык избивать, чем быть битым. Не проронив ни слова, гость бросил мокрую шляпу на пресс-папье, расстегнул пальто, открыв аккуратный темный синий костюм, и, плюхнувшись по другую сторону стола, вынул сигареты и закурил, и все это неотрывно бураю меня взглядом, словно орел, нацелившись на добычу. — Симпатичную у вас шляпа, — заметил я после минутной паузы. Где стащили? И, сняв ее с пресс-папье, бросил ему на колени. Или вы просто хотели, чтобы я сообразил, что на улице ее дочь? — В Алексе мне говорили, что ты крутой парень. Он стряхнул пепел на ковер. — Когда я служил в Алексе, то и вправду был крутым. Алексом называли главное полицейское управление, Крипо, на берлинской Александроплац. Там мне выдали такой маленький кругляш, жетон полицейского. С пивным жетоном Крипо в кармане любой может прикинуться крутым, пожелая плечами. Но если так говорят, значит, правда. Настоящие полицейские из Алексея не врут. Маленький рот по-прежнему туго сжатый скривился в усмешке. Не блеснула и краешка зубов. Плотно стиснутые губы походили на свежий, накрепко зашитый шрам. Парень снова сунул сигарету в рот, точно желая наслюнявить кончик нитки, чтобы легче было продеть ее в угольное ушко. Да, может, мое. По-моему, ему было без разницы. — Значит, ты тот бык, который догнал гормона-душителя? Это было так давно. Но ловить убийц тогда было гораздо легче. Ну, до того я имею в виду, как к власти пришел Гитлер. О, чего так? Ну, во-первых, они не так густо плодились, как сейчас. И потом, тогда это было важным делом, защищая общество, я получал настоящее удовлетворение. А вот теперь даже и не знаю, с кого начинать. — Подозрительно ты как-то изъясняешься. Будто ты не одобряешь того, что сделала для Германии национал-социалистическая рабочая партия. — Вот уж нет, — я поумерил наглость, — все, что делается для Германии, я одобряю. Я тоже закурил, предоставив ему плутать в моих двусмысленностях теша с воображаемой картинкой, как мой кулак входит в контакт с его острым подбородком. — У тебя есть имя? Или бережешь его только для друзей? Помнишь? — Кто это такие? — Люди, которые присылают тебе открытку ко дню рождения. — Когда твой, не сомневаюсь, ты помнишь? — Может быть, и ты сумеешь стать моим другом, — улыбнулся он. — Очень мне эта улыбка не понравилась. Она намекала у него. На меня кое-что имеется. Остреем кинжала высвернула из глаз его искорка. — Может быть, мы сумеем помочь друг другу, ведь для этого и существуют друзья. — Может быть, я тебе, Гюнтер, окажу услугу, а ты будешь так чертовски благодарен, что черкнешь мне открыточку ко дню рождения, про который тот трепался? Он покивал. — Мне бы понравилось. Это было бы так любезно. С маленьким внутри сообщеницем. Я выдохнул дым в его сторону. Его фиглярство начинало меня утомлять. — Сомневаюсь, что тебе придется по вкусу мое чувство юмора. — Но очень хочешь, чтобы я ошибался. — Приятное разнообразие, когда гестапо ловит тебя на таких ошибках. — Я инспектор Герхард Флэш, — объявил он. — Приятно познакомиться, Герхард. — Я возглавляю отдел по еврейскому вопросу в ЗИПО, — добавил он. — А-а-а, знаешь что? — Я вот подумываю, а не открыть ли мне такой отдел и у себя в агентстве? — У всех уже есть. Видно, способствует процветанию бизнеса. В СД есть, в Министерстве иностранных дел есть, приказы еще и в гестапо имеются. Сферы действий СД и гестапо разграничены приказом о функциях, подписанном Рейхсфюрером АСС. Функция СД входит в установление бдительного надзора за евреями и доклад об итогах его нам. Но на практике гестапо яростно сражает за власть СД, и в сфере дела евреев конфликта проявляется ярче, чем любой другой. — Это все очень занимательно, Герхард, но я не вижу, чем могу помочь. Черт побери, я ведь даже не еврей. — Нет? Флеш усмехнулся. — Тогда позволь мне объяснить. До нас докатился слушок, что Франц Зикс и его люди на платье у евреев берут взятки в обмен на облегчение выезда из страны. Чего у нас пока нет, так это доказательств. Вот тут на сцену, Гентера, вступаешь ты. Ты раздобудешь их для нас. Герхард, ты переоцениваешь мое мастерство. Не так уж я искусен в перелопачивании дерьма. Это миссия СД по сбору информации в Палестине. — Почему туда отправляешься именно ты? — Мне, Герхард, требуется отпуск. А там я загорю, поем апельсинов. Говорят, солнце и апельсины очень полезны для кожи. Ну и потом, пожалуй, плечами. Я подумываю об обращении в другую веру. Говорят, в Яффе отлично делают обрезание, если успеют до обеда. Я покачал головой. — Кончай ты, Герхард. Это связано с разведкой, а об этом ты сам понимаешь. Я не могу болтать с человеком из другого департамента. Если тебе не нравится, так обсуди тему с Гейдрихом. Правило устанавливает он, а не я. — Те двое, с кем ты поедешь, — напирал он и глазом не моргнув. Нам бы хотелось последить за ними, выяснить, не злоупотребляют ли они ответственным положением, в котором очутились. У меня даже есть полномочия предложить тебе некоторую сумму на расходы, тысячу барок. Так, все будто сговорились дать мне подзаработать. Тысяча фунтов здесь, тысяча марок там. Я уже стал чувствовать себя чиновником в Министерстве юстиции Райка. — Очень щедро с твоей стороны, Герхард. Тысяча марок — это огромный пряник. Но ты не был бы из гестапо, если бы не приберег для меня и удары кнутом. На случай, если я не сластен, как вы рассчитывали. Флеш скривил губы в улыбке шраме. — Вот будет невезуха, если твое расовое происхождение станет объектом расследования. И он смял сигарету в пепельнице. Гестаповец принялся раскачиваться на стуле, взад-вперед, отчего кожаное пальто его громко поскрипывало. Такое чувство, будто он только что купил обновку в сувенирной лавке гестапо. — Мои родители прилежно посещали церковь, — возродил я. — Не знаю, какие факты вы сможете нарыть, чтобы швырнуть мне в лицо. — А твоя прабабушка с материнской стороны? Есть вероятность, что она была еврейкой. — Герхард, читай Библию. — Все мысли копнуть поглубже евреи. Но в данном случае ты ошибаешься. Она была католичкой и очень, по-моему, истовой. — Однако фамилия у нее была Адлер, верно? — Анна Адлер. — Да, все правильно. — Адлер. И что из того? — А Адлер еврейская фамилия. — Живи нас сейчас, ей, скорее всего, пришлось бы добавлять к своей мне Сара, чтобы мы сразу понимали, кто она, еврейка. — Даже если это и правда, Герхард, что Адлер еврейская фамилия, хотя, по-честному, я понятия не имею, еврейская она или нет. Это все равно делает меня евреем лишь на одну восьмую, а согласно разделу второму статье пятой Нюрнбергского закона, я следуя за не еврей. Я усмехнулся. — Длины твоему кнуту, Герхард, явно не хватает. Часто расследование оказывается таким дорогим и хлопотным, даже для бизнеса, на самом деле, немецкого, и случаются ошибки. Проходит месяц, пока все возвращается в нормальную колею. Я кивнул, признавая правоту его слов. Нельзя отказываться от просьб гестапо, иначе неприятности не оберешься. Из серьезных. Выбор у меня был между жизненной катастрофой и тошнотворным, типичным немецким, согласием. И оба мы знали, я сделаю то, чего они желают. Хотя это и поставит меня в положение, выражаясь мягко, крайне неловкое. Ведь у меня была почти полная уверенность, что Франц Зигс набивает карманы шекелями Пауля Бегельмана. Но меня совсем не прельщало затесаться между СД и гестапо в их борьбе за власть. С другой стороны, ничто не указывало на то, что те двое, кого я буду сопровождать в Палестину, люди нечестны. К тому же они наверняка заподозрят, что я шпион, и станут со мной осторожниться. И, скорее всего, я ничего не раскрою. Вот только удовлетворить ли гестапо это ничего? Способ выяснить существовал только один. — Ладно, — буркнул я, — но я не стану подыгрывать вашим людям и городить горы лжи. Чего не могу, того не могу, и даже пробовать не стану. Если они нечестны, то я сообщу вам, да, это так, и скажу себе, что добросовестно выполнил обычную работу детектива. Может, стану мучиться потом, а может быть и нет. Но если люди окажутся честные, то и делу конец, понятно. Я не намерен оговаривать кого-то ради того, чтобы у вас и других тупиц на принц-альбрехт-страссе оказалось преимуществом. Даже если ты и твой лучший костец станете доказывать мне, что я должен поступить именно так, и пряник свой ты можешь оставить при себе, неохота мне приучаться к сладкому. — Сделаю я для тебя, Герхард, эту грязную роботенку, но уж как карты лягут, никаких крапленных колод, ясно? — Ясно. Флэш поднялся, застегнул пальто и нацепил шляпу. — Хорошей тебе поездки, Юнтер. Сам я в Палестине никогда не бывал, но слыхал там очень красиво. — А может, тебе и стоит прокатиться? — весело предложил я. — Спорю? Тебе там понравится. В момент приживешься. В Палестине отделов по еврейскому вопросу полно. Из Берлина я уехал в последнюю неделю сентября поездом через Польшу. Доехал до порта Констанца в Румынии, и только там, сев на теплоход Румынии, я, наконец, встретил тех двоих из СД. Они обылись сержантами, которые, по легенде, представлялись журналистами, пишущими для Берлиниал Тагеблат. Эта газета до 1933 года принадлежала евреям, а потом ее конфисковали нацисты. Главным был Герберт Хаген, которого звали Адольф Эйхман. Примечание. Речь идет о Карле Адольфе Эйхмане. 1906-1962 годы нацистском военном преступнике, непосредственно причастном к уничтожению миллионов евреев. После разгрома фашистской Германии бежал в Аргентину. В 1960 году был схвачен агентами израильской разведки и приговорен к смертной казни. Конец примечания. Хагену было лет 20 с хвостиком. Интеллигентного вида, выпускник университета. Семья его принадлежала к высшим слоям общества. Эйхман был несколькими годами постарше. До того, как вступить в партию ИСС, он торговал бензином в Австрии и сейчас рвался подняться повыше. Антисемитами оба были странными. Их властно притягивал иудаизм. У Эйхмана имелся большой опыт работы в отделе по еврейскому вопросу. Он даже говорил на идише и большую часть плавания провел за чтением книги Теодора Герцля «Еврейское государство». Идею этой поездки подал Эйхман. И к его удивлению и радости, он никогда прежде не уезжал никуда из Австрии и Германии, его начальники согласились. Хаген был большим приверженцем идеологии нацизма, иистовым сионистам, веря, что самый ярый враг партии – еврей. И в подобную чепуху, и что решение еврейского вопроса, возможно, только одно – очищение Германии от евреев. Слушать его рассуждения на эту тему я терпеть не мог. Мне они представлялись бредом сумасшедшего, вот рассуждения некой злобной Алисы в «Стране чудес». Ко мне оба относились с подозрением, как я и предполагал, и не только из-за того, что я не стоял в СД, но и потому что я был старше них. Хаген так вообще на десять лет. И вскоре они в шутку стали называть меня папашей, что я сносил с достоинством. Во всяком случае, с большим, чем Хаген, которого я в отместку, к великому удовольствию и развлечению Эйхмана, стал называть Хирамом Шварцем. Так звали и юнца, недавно опубликовавшего свой дневник. Это очень злило Хагена. В результате, ко второму октября, когда мы доехали до Яффы, Эйхман испытывал ко мне большее расположение, чем его более юный, менее опытный коллега. Внешность у Эйхмана была ничем не впечатляющей. Я еще тогда подумал, что, пожалуй, он из тех, кто лучше смотрится в форме. А вскоре начал даже подозревать, что форма и стала главной причиной его вступления. ПСА, а потом и СС, потому что для службы в регулярной армии, если в то время вообще существовала армия, он вряд ли годился. Расточка ниже среднего, с кривыми ногами и худющий, дальше некуда. На верхней челюсти поблескивали две золотые коронки, а в других длинных зубах было полно пломб. Голова напоминала череп, почти точная копия черепа на кокардах ССовцев, костлявая с запавшими висками. Меня поразило, как же он похож на еврея. И мелькнула мысль, что, пожалуй, его ярая антипатия к древней нации как раз отсюда и проистекает. С той минуты, как Румыния пришвартовалась в Яффе для этих парней из ССД, все пошло наперекосяк. Видимо, англичане заподозрили, что Хаген с Эйхманом из немецкой разведки. И после долгих споров выдали им разрешение сойти на берег всего на 24 часа к сильнейшей досаде Эйхмана, все планы которого рухнули. Мне визу, позволявшую оставаться в Палестине 30 дней, выдали незамедлительно и без проблем. Как в насмешку, потому что пробыть тут намеревался самые большие дней пять. Эйхман всю дорогу из порта в атель Иерусалим, стоявший на окраине знаменитой германской колонии, не переставал сокрушаться по поводу изменения планов. Ехали мы туда вместе с багажом в коляске, запряженной лошадьми. — Ну, что теперь делать? — громко сетывал он. — Все самые важные встречи назначены на послезавтра, а к этому времени мы должны вернуться на пароход. Я улыбался про себя, наслаждаясь его смятением. Меня радовала любая препонна для Эзда. И еще хорошо, что это освобождало меня от тягот изобретать какие-то небылица для гестап. Шпионить за людьми, которым отказали в визе, никак невозможно. Я даже потешил себя мыслью, а вдруг гестапо-подобный поворот покажется забавным, и мне простят отсутствие конкретной информации. — Может, папаша встретится с ними? — предложил Хаген. — Мне вскинулся я. — Забудьте, щерам. — И все-таки я никак не пойму. — Почему от тебя дали визу, а нам нет? — все скулил Эйхман. — Да потому что, разумеется, он помогает этому жиду и доктору Зиксу, — высказался Хаген. Еврей, видно, и организовала его поездку. — Может быть, и так, — открикнулся я. — А может быть. Вы, парни, просто не слишком-то здорово справляетесь с работой. Будь вы половчей, так придумали бы для прикрытия чего получше этой байки, будто вы оба работаете для нацистской газеты. Да мало то, что нацистской, так вдобавок еще и конфискованный упряжник владельцев, евреев, выбрали бы чего поскромнее. Я улыбнулся Эйхману. — Скажем, назвались бы торговцем бензином. До Хагена юмор дошел. Но Эйхман был все еще слишком расстроен и не уловил, что над ним насмехаются. — Франц Рейхерт! — осенил его. — Из германского агентства новостей я могу позвонить ему в Иерусалим. Думаю, он знает, как связаться с Фавелем Полкисом. Но вот как нам все-таки связаться с Хадж Амином, ума не приложу. Он вздохнул. — Что же теперь делать-то? — Я пожал плечами. — А что бы вы стали делать сейчас? — Сегодня, если бы все-таки получили свою тридцатидневную визу. — Ну? — Эйхман тоже пожал плечами. — Посетили бы германскую колонию франк-масонов в Сароне, поднялись бы на гору Корнель, взглянули бы на еврейские фермерские поселения в долине Джезрил. — Тогда вот вам мой совет. — Вперед! — Посетите и поднимитесь. — И позвоните Райхерту. — Объясните ситуацию и возвращайтесь на корабль. — Завтра он плывает в Египет, ведь так? — Значит, как прибудете туда, отправляйтесь в британское посольство в Каире и подаете заявление на новую визу. — Он прав, — поддержал меня Хаген. — Именно так нам и следует поступить. — Мы можем подать заявление еще раз, — закричал Эйхман. — Конечно же, получим визу в Каире и снова приедем сюда посушить. — В точности, как дети Израиля, — прибавил я. Коляска выехала с узких грязных улиц старого города в новый город Тель-Авив и набрала скорость, катясь по дороге пошли. Напротив башни с часами и арабских кофеин стоял англо-палестинский банк, где мне полагалось встретиться с управляющим и отдать ему рекомендательные письма от Бегельмана и из банка Вассермана, и, конечно же, горбатый сундучок, который Бегельман поручил мне вывезти из Германии. Что в нем, я понятия не имел. Но, судя по тяжести, вряд ли коллекция марка. Тянуть с визитом в банк не стоило, я ничего не выиграл. Не в таком городе, как Яфа, наводненном враждебно настроенными арабами. Хотя, возможно, они принимают нас за евреев, а к ним местное палестинское население особой любви не испытывает. Поэтому я велел кучеру остановиться и с сундучком, подмышкой, письмом в кармане вылез, оставив Эйхмана и Хагена ехать дальше в отель с остальным моим багажом. Управляющим банком оказался англичанин по имени Квинтон. Руки у него были коротковаты для пиджака, а светлые волосы, да, тонкие, что казалось, их вовсе нет. Курносый нос в рост с певеснушек и улыбка молодого бульдога. Познакомившись с ним, я невольно представил себе сурового папашу Квинтона с длинной линейкой в руке, заставлявшего сына забрить немецкий. Учитель, надо думать, из него был отличный, потому что молодой мистер Квинтон говорил на превосходном немецком, разбавляя речь эмоциональными междометиями, точно декламируя гибель Магдебурга Гёта. Квинтон провел меня к себе в кабинет. Там на стене висела крикетная бита и несколько снимков команд. Под потолком медленно крутился вентилятор, гоняя горячий воздух. За окном открывался великолепный вид на Магометанское кладбище и Средиземное море за ним. Часы на башне невдалеке пробили час, и мой дзин с мечети по другую сторону, Хауарт-стрит, призвал правоверных на молитву. Да, далековато меня занесло от Берлина. Управляющий всклил конверты ножом, надеясь для разрезания бумаги в форме маленького итагана. — Правда, что евреям в Германии не разрешают исполнять Бетховена и Моцарта? — поинтересовался он. — Музыку этих композиторов им запрещено исполнять на еврейских концертах, — ответил я. — Но не просите меня, мистер Квинтон, объяснить, почему я не в состоянии. По-моему, вся наша страна попросту рехнулась. — А вы бы попробовали пожить тут. Евреи и арабы готовы глотки друг другу перегрызть, а мы посередке. Ситуация невыносимая. Евреи ненавидят британцев, потому что те не позволяют, чтобы все желающие приезжали на жительство в Палестину. А арабы ненавидят нас, потому что мы вообще разрешаем евреям приезжать сюда. В данный момент нам везет. Друг друга ненавидят сильнее, чем нас. Но в один прекрасный день вся страна ринется на англичан. Нам придется уехать, то станет еще хуже. Попомните мои слова, Гергенбер. За разговором Квинтон читал письма и сортировал бумаги. Какие-то листы были чистыми, но с подписью. Наконец он принялся объяснять, что делает. — Эти письма аккредитации. И образцы подписи для новых банковских счетов. Один из них станет общим счетом для вас и доктора Зикса. Все верно? Я нахмурился. — Мне не особенно нравилась идея делить что-то с начальником отдела по еврейскому вопросу в СД. — Ну, не знаю. — С этого счета вы должны снять деньги для аренды собственного института в Яффе, — сказал он, — а также свой гонорар и на расходы. Остаток будет выплачен доктору Зиксу по предъявлению банковской книжки, которую я вам дам для передачи ему и паспорта. — Пожалуйста, объясните ему все как следует. — Банк настаивает, чтобы владелец банковской книжки имел при себе также и паспорт. Только тогда им будут выданы деньги, это ясно? Я кинул. — А можно взглянуть на ваш, Георгюнтер? Я протянул ему паспорт. — Снять офис в Яффе вам поможет Соломон Рабинович, — заметил он, пролистывая мой документ и переписывая номер. — Польский еврей, но человек разумный и очень предприимчивый. Такого больше в этой безумной стране не найдешь. У него контора на улице Монте-Фьоре в Толь-Авиве, примерно в полумиле отсюда. Я отдам вам его адрес. Само собой, в арабском квартале ваш клиент не захочет снимать помещение. Это означало бы напрашиваться на неприятности. Он вернул мне паспорт и кивнул сундучок Бегельмана. — Как я понимаю, это ценности вашего клиента, который он желает хранить в нашем сейфе в ожидании его прибытия в страну. Я опять кивнул. — В одном из этих писем дается опись содержимого сундука. Сказал он. — Желаете проверить ценности по описи, прежде чем передавать нам? — Нет. Обойдя стол, Квинтон забрал сундучок. — Господи, отяжеленный-то какой! — Подождите тут, пожалуйста, я распоряжусь выписать для вас банковскую книжку. — Желаете чаю? Лимонада, может быть? — Чаю, — просил я. Чай будет очень кстати. Завершив дела в банке, я отправился в отель. Оказалось, что Хаген и Эйхман уже ушли. Так что, приняв прохладную ванну, я поехал в Тель-Авив, встретился с Рабиновичем и просил его подыскать подходящее помещение для Пауля Бегельмана. Своих спутников из СД я увидел только за завтраком на следующее утро. Слегка помятые они спустились, жаждая выпить черного кофе. Накануне они устроились в разгульную ночку в клубе где-то в старом городе. — Перебрали араки, — прошептал Эйхман. — Это местная выпивка такая, виноградное вино со вкусом конопли. Старайся не пить, если удастся. Улыбнувсь, я закурил и отогнал дым, заметив, что его замутило. — Сумели связаться с Рейхардом? — Да, он тоже был с нами вчера. Но с полки Сэм нет, так что он может появиться тут, разыскивая нас. Ты не возражаешь встретиться с ним буквально на несколько минут и объяснить ситуацию? — Какую ситуацию? — Что планы у нас переменились. Мы все-таки не сумеем сюда вернуться. Рейхард думает, что нам вряд ли повезет и в Каире получить визу. — Сожалею, — вздохнул я, хотя вовсе не сожалел. — Передай ему, что мы уехали в Каир, — продолжал Эйхман, — и остановимся там в отеле «Националь». — Попроси, пусть приедет к нам навстречу. — Ну, не знаю, — протянул я. — Неохота мне ввязываться в ваши дела. Но ты же немец, — настаивал он. — Значит, уже ввязался, желаешь того или нет? — Да, ну, вы нацисты, а я нет. Эйхман оторопил. — Как это? Работаешь на СД и не нацист? Таков шон, забавный старый мир. Так не говори никому. — Послушай, пожалуйста, встреться с ним хотя бы из любезности. Я могу, конечно, оставить для него письмо, но он будет выглядеть прилично, если ты поговоришь с ним лично. — А кто он вообще-то? — Фаевеля Полкис, — осведомился я. — Палестинский еврей. Работает на Хагану. — А Хагана — это что? Эйхман утомленно улыбнулся. Он сидел бледный, обильно потел. Мне было его почти жалко. — Не очень ты много знаешь про эту страну, верно? — Хватил, чтобы получить тридцатидневную визу, — съездил Га. — Хаган — это подпольная военная организация евреев и разведслужба. — То есть ты имеешь в виду террористическая организация? — Ну, можно сказать, и так. — Ладно. Я встречусь с ним из любезности. Мне нужно знать все. Владея лишь обрывками информации с подонками-убийцами, я встречаться не стану. Эйхман колебался. Я знал, что мне не доверяет. Но то ли у него было такое глубокое похмелье, что ему уж было на все наплевать, то ли он наконец понял, что иного выбора, как только играть со мною честно, у него нет. — Хаган хочет, чтобы мы поставляли оружие для борьбы с англичанами тут, в Палестине, — ответил он. — А если СД продолжит способствовать эмиграции евреев из Германии? — Они также предлагают снабжать нас информацией о войсках англичан и передвижениях их флота в Восточном Средиземноморье. — Евреи помогают своим же гонителям, — расхатался я. — Но это же абсурд. Эйхман не смеялся. — Ведь правда? — Вовсе все не так, — возразил Эйхман. — СД уже финансировало несколько тренировочных лагерей для сионистов в Германии. Там молодые евреи будут обучаться вести сельское хозяйство. Это им понадобится, чтобы стать фермерами на палестинской земле. А Хагана, финансируемая национал-социалистами, всего лишь один из возможных вариантов нашей политики. И это одна из причин, почему я приехал сюда. Оценить точно, какова численность людей в Хагане, Иргунь и других еврейских добровольческих группировках. Слушай, я понимаю, трудно поверить, но дело в том, что евреи и англичан не любят еще больше, чем нас. — А при чем же здесь Хадж Амин? — Вы с ним тоже должны встретиться, — поинтересовался я. — Он ведь араб. — Хадж Амин на случай, если наша просионистская политика не сработает. Мы планировали встретиться с некоторыми членами Верховного Арабского Комитета, тут в Палестине, с Хадж Амином. Но, похоже, англичане распорядились о распуске Комитета и аресте его членов. Несколько дней назад в Назарете был убит помощник Верховного Комиссара Галилеи, и Хадж Амин скрывается в старом городе, в Иерусалиме, но хочет попробовать ускользнуть оттуда и встретиться с нами в Каире. Так что, как сам видишь, в Яфе у нас одна забота, Полкис. — Напомни мне, Эхман, чтобы я никогда не садился играть с тобой в карты, — бросил я. — А уж если и сяду, то чтобы ты непременно снял пиджак и закатал рукава рубашки. — Передай Фавелю Полкис только одно. Пусть приедет в Каир, он поймет, но ради всего святого не вздумай упоминать великого муфтия. — Что еще за муфти? — Хадж Амин, — выяснил Эхман, — он и есть великий муфтий в Иерусалиме, верховное лицо религиозного закона в Палестине. Англичане назначили его в 1921 году, что делает его самым могущественным арабом в стране. Он яростный антисемит. В сравнении с ним Феруре просто обожает евреев. — Так вот, Хадж Амин объявил евреям джихад, и потому Хаган и Иргун ждут его видеть мертвым. И потому лучше, чтобы Фавель Полкис не знал, что мы планируем встретиться с Амином. — Полкис, конечно же, заподозрит, что такая встреча стоит, но это ж его проблема. — Надеюсь так, что она не станет моей, — вздохнул я. День спустя, после того, как Эйхман с Хагеном отбыли на пароходе в Александрию, в отеле «Иерусалим» объявился разыскивающий Фавель Полкис. Польский еврей лет за тридцать дымящий без перерыва. Он щеголял в помятом легком костюме и соломенной шляпе. Ему явно не мешало побриться. Но в сравнении с русским евреем, сопровождавшим его и тоже не вынимавшим сигареты изо рта, он казался гладко выбритым. Спутнику его Эльяху Голомбо было за сорок. И весь он с мощными плечами и обветренным лицом, точно был высечен из гранита. Пиджаки у обоих были застегнуты на все пуговицы, хотя жарича стояла обжигающая. Застегнутый в жаркий день пиджачок означает обычно одно. Когда я объяснил ситуацию, Голомб выругался по-русски. А я, стараясь сгладить ситуацию, и эти люди были все-таки террористами, указал на бар и пригласил их выпить за мой счет. — Ладно, — кинул Полкис, говоривший на хорошем немецком, — но не здесь. — Давайте двинем куда-нибудь еще, у меня машина на улице. Соглашаться меня совсем не манило. Одно дело выпить с ними в баре-отеле, и совсем другое — отправляться неведомо куда в машине с людьми, чьи застегнутые пиджаки недвусмысленно сообщали, они вооружены, вероятно, опасны. Заметив мое замешательство, Полкис заверил. — Приятель, ты будешь в полной безопасности. Воюем против англичан, не против немцев. У отеля мы погрузились в салон двухцветного райли, и Голом подъехал медленно, как человек, не желающий привлекать к себе лишнего внимания. Мы двинулись на северо-восток через германскую колонию роскошных белых вилл и известную под названием «Маленькая Валгалла». А затем, повернув налево, переехали через железнодорожные пути в Хаа-Шакар-Герцл. Еще раз свернули налево в Лиллиан-Блум и остановились у бара по соседству с кинотеатром. — Доходимся мы, — сообщил Полкис, — в центре садового пригорода Тель-Авива. Воздух тут благоухал ароматом цветущих апельсиновых деревьев и море. Все выглядело аккуратнее и чище, чем яфь, во всяком случае более по-европейски, и я отметил это вслух. — Естественно, ты чувствуешь себя как дома, — согласился Полкис. — В этом районе живут только евреи. А поселись тут арабы, весь пригород превратился бы в писсуар. Мы зашли в кафе со стеклянной витриной вместо передней стены. Вывеска была написана на еврите, звалось кафе Укапульски. По радио играла музыка, по-моему, еврейская. По плиточному полу водила тряпка и женщина, ростом почти карлица. Заднюю стену украшал портрет старика, нему похожим на Эйнштейна, но без вислых усов, с буйной шевелюрой, в рубашке с открытым воротом. Кто это такое понятие не имел? Рядом с этим портретом висел еще один человек, похожим на Маркса. Я узнал о основателя современного сионизма Теодора Герцля, потому что у Эйхмана в папке, которую он именовал «Досье евреев», лежало его в фотографии. Глаза бармина следили за нами, пока мы, отодвинув занавеску из бус, шли в душный задний зал, заставленный ящиками спил. Стули там были опрокинуты на столы. Полки спустил три стула на пол, а голом прикватил из ящика три пива, сдернул с бутылок крышечки большими пальцами и водрузил их на стол. — Ловкий трюк, — похвалил я. — Ты бы посмотрел, как он открывает консервы с персиками, — обронил Полкис. Здесь тоже была жареща. Сняв пиджак, я закатал рукава рубашки. Но оба евреи остались сидеть в пиджаках, по-прежнему наглухо застегнутых. Я кивком указал на бугры у них под мышками. — Все нормально. Я видел пистолеты и прежде. Увижу ваши, мне не станут там снится кошмары. Полкис перевел мою речь на иврит. Голом, улыбаясь, покивал, оскалив большущие зубы, желтые, словно обычно он обедал с сеном и снял пиджак. Полкис тоже. У каждого из них оказалось при себе по-здоровущему Эбли. Мы закурили, отхлебнули по глотку теплого пива и поглядели друг на друга. Я больше внимания уделил Голомбу, потому что главным тут, похоже, был он. Элиаху Голомб, сказал Полкис, член верховного командования Хаганы. Он одобряет радикальную политику вашего правительства в отношении евреев, так как Хагана убеждена, что это способствует укреплению силы еврейского населения в Палестине. Что означает одно? В перспективе еврейское население по численности превзойдет арабское, и тогда мы сумеем завладеть всей страной. Теплое пиво я всегда терпеть не мог, и ненавижу хлебать его из бутылки. Меня бесит, когда приходится пить из бутылки. Лучше ж не пить вовсе. Давайте какое-что проясним, сказал я. Это не мое правительство. Я ненавижу нацистов. Будь у вас хоть капля здравого смысла, вы тоже бы ненавидели их. Это кучка чертовых брехунов. Ни единому их слову верить нельзя. Вы верите в свое дело. Это замечательно. Но в Германии мало во что стоит верить. Разве только в то, что пиво всегда следует подавать холодным и с высочарной шапкой пены. Полкис переводил мои слова, и когда он закончил, Гулом закричал что-то на иврите. Я еще не завершил свои обличительные диатрибы. Желаете знать, во что верят нацисты? Люди вроде Эйхмана и Хагена? В то, что ради Германии можно мошенничать. Ради нее можно лгать. И вы, чертовы простаки, если считаете по-другому. Даже теперь эти два нацистских клоуна готовятся встретиться в Каире с вашим другом, Великим Офтием. Они заключают с ним сделку. А потом, на другой день, они заключат сделку с вами, после чего отправятся обратно в Германию и станут выжидать, какая из двух больше понравится Гитлеру. Появился бармен с тремя кружками холодного пива, поставил их на стол. Думаю, улыбнулся Полкис, ты понравился Ляху. Он хочет знать, зачем в Палестине ты с Сейхманом и Хагеном. Я рассказал им, что я частный детектив, и что я тут по поручению Пауля Бягельмана. — Так что теперь вам известно, тут нет ничего благородного, — заключил я. Мне просто щедро платят за труды. — Ты не кажешься мне человеком, который действует исключительно ради выгоды, — заявил Голом через Полкис. — Я не могу позволить себе иметь принципы, — ответил я. — В Германии нет. Там люди с принципами кончают в концлагере Дахау. А я бывал в Дахау, и мне там совсем не понравилось. — Ты был в Дахау, — удивился, Полкис? — Да, в прошлом году. Мимолетный, можно сказать, визит. Много там евреев. Около трети заключенных. Остальные коммунисты, гомосексуалисты и эгористы из десяток немцев с принципами. — А ты кто? — Я человек, выполняющий свою работу. Как я вам уже говорил, я частный детектив, из чего иногда попадаю в крайне опасные ситуации. В нынешние времена такие в Германии случаются очень даже легко, а я порой об этом забываю. — Может, ты не прочь работать на нас? — спросил Голомб. — Нам было бы полезно узнать, что на уме у тех двоих, с кем нам предстоит встретиться. И особенно полезно узнать, о чем они договорились с Хадшамином. Я рассмеялся. В последнее время все только и желают, чтобы я за кем-нибудь шпионил. Гестапо хочет, чтобы я шпионил за СД, а теперь Хаганавер будет меня шпионить для них. Мне даже стало казаться, что я не ту себе профессию выбрал. — Мы заплатим тебе, — продолжал Голомб. — В деньгах-то мы не ограничены. Фавель Полкис — это наш человек в Берлине. Сможете с ним встречаться время от времени и обмениваться информацией. — От меня вам в Германии никакой пользы, — возразил я. Я всего лишь частный детектив, старающийся заработать на жизнь. Тогда помоги нам тут, в Палестине. У Голомба был глубокий и мрачный голос, очень гармонирующий с обилием волос на теле. Он напоминал мне дрессированного медведя. — Мы отвезем тебя в Иерусалим. Оттуда вы с Фавелин на поезде поедете в Суэц, потом Александрею. Заплатим тебе, сколько попросишь. Помоги нам, Гюнтер, помоги сделать эту страну достойной. Все ненавидят евреев. И правильно. У нас нет ни порядка, ни дисциплины. Мы слишком долго замыкались только на себе. Наша единственная надежда на спасение — это массовая миграция евреев в Палестину. Европа для евреев закончилась, Гюнтер. Волкис перевел последние слова и пожал плечами. Ильяху — сионист и экстремист. Но его мнение разделяют многие члены Хаганы. Лично я не согласен с тем, будто евреи заслуживают ненависть. Но он прав в том, что нам нужна твоя помощь. Сколько ты хочешь. Стерлинги, марки, может быть, золотые суверены. Из-за денег я вам помогать не стану, — покачала головой. Все суют мне деньги. Но ты нам все-таки поможешь, — заключил Волкис. Верно? Да, помогу. Почему? Потому что я был в Дахао, господа. Лучшие причины для помощи придумать не могу. Если бы вы видели концлагерь, то поняли бы. Каир — это бриллиант в ручке веера. Дель Тенила. Так, во всяком случае, описывает его мой Бедекер. Вообще-то, я этому путеводителю доверяю. Но мне город показался более похожим на вымя на брюхи коровы, который кормит представителей всех племен в Африке. На континенте это был самый большой город. Но слово «город» не совсем точное определение для Каира. Каир — не просто метрополия. Он — настоящий остров, историческое, религиозное, культурное сердце страны. Город, ставший моделью для всех других, строившихся после него, но остававшийся неповторимым. Каир и притягивал, и вызывал у меня тревогу. Я поселился в отеле «Националь» в квартале «Исмаил», находившемся меньше чем в километре от Нила и музея Египта. Фавель Полкий жил в Савое, который располагался на южном конце той же улицы. Размерами «Националь» не уступал крупной деревне. А номера там были огромные, как зал для боулинга. Некоторые были приспособлены под курильни. Оттуда носился едкий запах, и не меньше десятка арабов сидели там на полу, скрестив ноги, куря трубки-кальяны, размерами и формой походившие на лабораторные реторты. В вестибюле сразу бросался в глаза огромный щит английского информационного агентства «Рейтер». И когда ты входил, так казалось, что сейчас увидишь лорда Китченера, восседающего в кресле, почитывающего газету и крутящего нафабренные усы. Я оставил записку для Эйхмана, а позже встретился с ним и Хагеном в баре-отеле. С ними пришел третий немец, доктор Рейхерт, тот самый, что работал в германском агентстве новостей в Иерусалиме. Но он, извинившись, быстро ушел, жалуясь на расстройство желудка. «Съел, видимо, что-то не то», — заметил Хаген. Я приклопнул муху, усевшуюсь мне на шею. «А может, наоборот, что-то ест его». «Вчера вечером мы были в баварском ресторане», — объяснил Эйхман. «Рядом с центральным вокзалом. Только, сдается мне, ресторан этот не очень-то баварский. Пиво было ничего, сносное. Но венские яичницы, по-моему, готовили из конины, а то и из верблюжатины». Засанав, Хаген схватился за живот. «Я сказал ему, что привез с собой Фавеля Полкись, тот остановился в собой». «Вот и нам тоже нужно было там остановиться», — пожаловался Хаген. «Я тоже добавил, я знаю, зачем Полкись приехал в Каир, но зачем ты пожаловал сюда, папаша?» «Ну, во-первых, мне показалось, что наш еврейский друг до конца так и не поверил, что вы и в самом деле тут. Так что можешь назвать мой приезд жестом доброй воли, если желаешь. А еще одна причина. Я раздел с своим поручением быстрее, чем рассчитывал, и решил, что лучшего случая посмотреть в Египет мне не выпадет». «Спасибо», — поблагодарил Эйхман. «Сыню, что ты привез его сюда, иначе мы, пожалуй, могли бы не встретиться». «Гюнтер, шпион», — упорствовал Хаген. «Нашел кого слушать». «Мы подали заявление на получение палестинской визы», — продолжал Эйхман, игнорируя парня. «И нам снова отказали. Хотим подать еще одно завтра в надежде, что наткнемся на консула, который не испытывает неприязни к немцам». «Ни немцев англичане не любят, а нацистов», — объяснил я ему и замолк. Но, поняв, что подворачивается удобный случай снискать их расположение, добавил. «Однако, кто знает. Может быть, чиновник, которому вы попали в прошлый раз, был жид?» «Вообще-то», — заметил Эйхман, — «он был, по-моему, шотландец». «Послушайте». Я взял тон усталой откровенности. «Буду играть с вами в открытую». «Совсем не ваш босс, Франц Зигс, попросил меня шпионить за вами. А некий Герхард Флеш из гестапо, из отдела по еврейскому вопросу. Он пригрозил, если я откажусь, как следует поворошить мое расовое происхождение. Ну, конечно, это блеф. В моей семье жидков нет. Но сами знаете, кого эти гестаповцы. Пропустят человека через все круги ада, пока докажут, что ты не жид». «Ну, ты-то, Гюнтер, уж меньше всех похож на еврея», — сказал Эйхман. Я пожал плечами. «Он охотится за доказательствами коррумпированности вашего департамента». «Конечно, доказательств я мог бы ему предоставить еще до отъезда из Германии. Я про свою встречу с Зигсом и Бегельманом, но я ничего не сказал». «А что теперь-то намеренному сообщить?» Осведомился Эйхман. «Немного. Что визы вы не получили, а по тому подходящего случая следить за вами у меня не было. Я понял только, что вы мошенничаете с расходами на поездку какую-то информашку. Надо же ему подкинуть». Эйхман пкивал. «Ладно, нормально. Хотя доискается он, разумеется, вовсе не этого. Гестапо нужны факты посерьезнее, чтобы оттянуть на себя все функции нашего департамента». Он хлопнул меня по плечу. «Спасибо, Гентар, ты настоящий мужик. Да, можешь сказать ему, что я купил новый легкий костюм «Тропик» за счет расходов, и он отвертся». «Но ведь ты и правда купил его за счет расходов», — вставил Хагин. «Не говоря уж о куче, всякого барахла, тропические шлемы и москитные сетки. И туристические ботинки. Рюкзак у тебя раздулся, как у итальянского солдата. Не купил только самое нужное — пистолеты. А мы вот-вот отправимся навстречу самыми опасными террористами на Среднем Востоке». Эйхман скривился, что не составил ему особого труда. Обычное его выражение лица всегда напоминало гримасу, а губы вечно кривились в циничной ухмылке. Всякий раз, когда он поглядывал на меня, казалось, сейчас он выпалит, что ему не нравится мой галстук. «Ну, извини», — бросил он Хагину, — «что я могу теперь поделать?» «Мы уже заходили в наше посольство, просили у них оружие», — сообщил мне Хагин. «Но там не выдают без официального разрешения из Берлина. А если мы запросим Берлин, над нами станут смеяться?» «А что, разве нельзя зайти в оружейный магазин и купить?» — удивился я. «Англичан так тревожит ситуация в Палестине, что они запретили в Египте продажу оружия», — объяснил Хагин. «Я все придумывал способ, как бы втереться на их встречу с Хадшамином. И теперь меня осенило как. Я могу достать оружие», — предложил я. «Я знал человека, который наверняка одолжит мне револьвер». «Но где?» — удивился Эйхман. «Я ведь служил полицейским в Алексе», — начал я, не собираясь посвящать их в подробности. «Всегда есть возможность раздобыть оружие, особенно в таком огромном городе. Надо только знать, где искать. А подпольная жизнь во всем мире одинакова». Я отправился в Савой к Фавелю Полкису. «Я нашел способ попасть на их встречу с Хадшамином», — сообщил я ему. «Они боятся исламского джихада, мусульманского братства молодежи, хаганы, как-то умудрились забыть свое оружие в Германии». «И правильно бояться», — отозвал Полкис. «Если бы ты не согласился шпионить за ними, мы бы могли прикончить их, а вину взвалить на рабов. У нас-то и раньше удачно получалось. Вероятно, у великого муфти будет сходная мысль. Взвалить какое-то свое преступление на нас». «Тебе, Берни, тоже следует быть посторожней». «Я ему обещал, что куплю оружие и предложил им свои услуги телохранителя». «Ты знаешь, где купить оружие в Каире?» «Нет». «Я вообще-то надеялся попросить твой у Эбли». «Без проблем. Я легко могу раздобыть другой». Сняв пиджак, он расстегнул на плечную кобуру и протянул мне ствол. В Эбли весил не меньше тома энциклопедий, был почти таким же громоздким. «Отличная точность. Сорок пятый калибр», — объяснил он. «Если тебе придется стрелять из него, запомни две особенности. Во-первых, отдача у него точно мула легается. И второе, за ним тянется кое-какой хвост. Ты понимаешь, про что я. Так что потом непременно брось его в Нил. И еще будь осторожен». «Про это ты мне уж говорил. Я серьезно. Бандиты Хаджамин уже убили Илью и Сэндрюса, помощника верховного комиссара Галилеи. Я думаю, твоя группа поработала. На этот раз нет», — ухмыльнулся Палкис. «И сейчас в Каире, а Каир — это не Яфа. Англичане тут ведут себя осторожно». «Хаджамин, не задумываясь, прикончит вас троих, стоит ему заподозрить, что вы готовы заключить сделку с нами. Так что, даже если его слова не придут тебе по душе, притворись, будто нравится. Эти люди безумны, они религиозные фанатики». «Да ведь и вы тоже, разве нет?» «Нет, мы просто фанатики, а это разница. Мы не рассчитываем, что Бог радуется, когда мы сносим кого-то башку, а они — да, вот это и делает их безумцами». Встреча происходила в просторном люксе, забронированном Эйхманом для себя в отеле «Националь». На великом муфте Иерусалима, он был ниже нагло у всех остальных в комнате, красовались тюрбанок, как эта длинная черная хламиды. Чувство юмора он был лишен напрочь, и держался с видом важным, чванливым и значительным, чему, несомненно, весьма способствовало раболепие, с кем суетились вокруг него спутники. С превеликим любопытством я вдруг обнаружил, что он, на удивление, похож на Эйхмана. Для полного сходства Эйхмана не хватало только сидеющей бороды. Может быть, именно этим объясняет, что они так хорошо поладили. Сопровождали Хадшамина пятеро, все в мышиного цвета костюмах тропик и торбушах, египтской варианте фески. Переводчик смотрел глазами убийцы, щеголял усиками а-ля Гитлер, только седыми, а на шею ему наползал второй подбородок. В руках он держал толстенную резную трость. Под пиджаком, как у всех других арабов, за исключением самого Хадж Амина, бугрилась наплечная кобура. Хадж Амин им было чуть за сорок, говорил только на арабском и французском, но переводчик у него был отличный. Германский журналист Франц Рейхерт, уже оправившись от расстройства желудка, переводил на арабские слова чиновников из СД. Я устроился поближе к двери, слушая беседу, изображая бдительность, подобающую телохранителю, на роль которого я сам напросился. В основном разлагольствовал Хадж Амин, я был в шоке от агрессивности его антисемитизма. Хаген с Эйкманом евреев тоже не любили. Явления в Германии достаточно распространены. Они рассказывали анекдоты про евреев, желали, чтобы тех исключили из общественной жизни Германии. Но до Хадж Амин им было явно далеко. Тот ненавидел евреев неистово, как собака ненавидит крыс. Евреи, — надрывался Хадж Амин, — так сильно изменили жизнь в Палестине, что если не взять ситуацию под контроль, это неизбежно приведет к уничтожению в Палестине арабов. Мы не возражаем, когда люди приезжают в страну как гости, но евреи явились в страну как враждебные оккупанты. Привезли с собой все ловушки современной европейской жизни, а они оскорблены самим корням священного ислама. К европейскому образу жизни мы не привыкли и не желаем его. Мы хотим, чтобы наша страна оставалась такой, какой была до того, как нам понаехали евреи. Такой прогресс нам не нужен, не нужно процветание. Прогресс и процветание — это враги истинного ислама. И хватит с нас всяких переговоров с англичанами, евреями, французами, теперь вот с немцами. Заявляю вам, сейчас только меч решит судьбу нашей страны. Вы должны знать это, если политика Германии поддерживает сионизм. А наша политика — истребить всех сионистов и их сторонников под корень до последнего человека. Но пришел я навстречу, Гер Эйхман, не для того, чтобы угрожать вашему фюреру. Германия не империалистическая страна вроде Британии. И в прошлом она не вредила ни одному арабскому или мусульманскому государству, а во время войны была союзником оттаманской империи. Я сам служил в оттаманской армии. Германия всегда воевала с нашими империалистическими и сионистскими врагами. С французами, британцами, русскими, американцами. И за это мы испытываем к вашему народу благодарность и восхищаемся его военными талантами. Только, Гер Эйхман, не надо больше присылать к нам евреев. Я прочитал великую книгу фюрера. В переводе, конечно, но льщу себя надеждой, что понял умонастроение автора. Он ненавидит евреев из-за поражения, которое они принесли Германии в 1918 году. Он ненавидит евреев, потому что еврей Хаим Вейцман изобрел ядовитый газ, от которого фюрер пострадал в войну, временно слеп. Примечания Хаим Вейцман, 1874-1952 годы, профессор химии, с 1903 года до окончания Второй мировой войны жил в Англии. Один из лидеров сионистского движения, сумевший добиться поддержки сионизма со стороны английского правительства. Первый президент государства Израиль, 1948-1952 годы, конец примечания. Он ненавидит евреев, потому что именно еврей вовлек Америку в войну на стороне британских сионистов и помог нанести поражение Германии. Все это, господа, мне понятно и близко, потому что я тоже ненавижу евреев по многим причинам, но больше всего за их гонение Христа, который был пророком Аллаха, а потому для мусульманина убить еврея означает обеспечить себе немедленное блаженство в раю в величественном присутствии всемогущего Бога. Евреи не только ярые враги мусульман, они угроза миру. Признание этого факта стало величайшим открытием фюрера. Действовать в соответствии с этим открытием, я считаю его великая миссия. Действовать жестко, потому что еврейскую проблему не решить, высылая евреев в Палестину. Необходимо найти другое решение, радикальное. Передайте это своим начальникам. — Лучший способ расправиться с еврейской проблемой — это осушить поток беженцев из Европы. Я даю фюреру торжественный обед. Я стану помогать ему в уничтожении Британской империи, если он пообещает ликвидировать все еврейское население Палестины. Все евреи повсюду должны быть уничтожены. Даже Эйхмана покорабили речи великого муфти. А Хаген, делавший записи, рот раскрыл это изумление от откровенности и жестокой простоты предложения муфти. Рейхер тоже оторопел. Но они все-таки сумели взять себя в руки и пообещали Хаджамину, что точно передадут его мысли своим начальникам в Берлине. Обменялись официальными письмами, и Эйхман закончил беседу с заверениями, что они обязательно встретятся еще раз. Никаких важных соглашений заключено не было, но у меня осталось чувство, что суждение муфти произвели на обоих чиновников СД весьма сильное впечатление. Когда великий муфти с сопровождающими покидал номер национале, его араб-переводчик напоследок с улыбкой заметил «А англичане твердо убеждены, что все еще крепко держат Хадж Амина запертым в ловушке в мусульманском районе Иерусалима, хотя они, конечно же, не осмеливаются вторгаться туда для его розысков». Мы переглянулись, закурили и удивленно покачали головами. «Никогда не слыхал подобного бреда», — заметил я, подходя к окну и глядя, когда сочту, что дальнейшая поддержка сионизма — правильная политика. «Если же ваши победи усомнятся, тогда и не угадать, куда они станут высылать из Германии евреев. Я слышал даже на Мадагаскар». «Мадагаскар?» — изумился Коломб. «Что за нелепость?» «Послушайте, самое важное — это убедить их, что еврейское государство может существовать, не являясь угрозой для Германии. Вы же не хотите, чтобы они вернулись в Германию с убеждением, что великий муфтий прав, и всех евреев в Палестине следует истребить?» Встреча прошла гладко. На мой взгляд, Коломб и Полкис тоже рассуждали как фанатики, но, по их словам, не как религиозные безумцы. Впрочем, после бреда великого муфтия любые иные рассуждения казались вполне разумными. Через несколько дней мы отплыли из Александрии на итальянском проходе в Бриндизе. Там пересели на поезд и 26 октября вернулись в Берлин. Эйхмана потом я не видел почти год, но как-то, работая над очередным делом, которое привело меня в Вену, случайно встретил с ним на Принц-Ойген-Штрассе, что в 11 округе, чуть к югу от площади, которая позже стала называться Сталинплац. Эйхман выходил из дворца Ротшильдов, который после вторжения вермахта в Австрию в марте 1938 года отняли увладевшим еврейской семьи, давно оставшие символом богатства, и теперь превратили в штаб-квартиру СД в Австрии. Эйхман к этому времени уже стал унтерштурмфюржем. Походка его была теперь бойкой и энергичной. Евреи уже стремительно убегали из страны, и Эйхман впервые в жизни обрел настоящую власть. Его отчет начальству после возвращения из Египта явно произвел большое впечатление. Мы перекинулись всего пары слов, и он тут же забрался в служебную машину и укатил. Я еще помню, подумал, вот едет эсэсовец, больше всех износящих форму эсэс похожей на еврея. И после войны, да такая с него имя в газете, всякий раз думал про него то же самое. И еще одно я всегда вспоминал про Эйхмана. На пароходе по пути из Александрии, когда бы не трепала морская болезнь, он поведал мне о том, что составляло предмет его непомерной гордости. Мальчишкой он жил в Линце и учился в одной школе с Адольфом Гитлером. Может быть, этот факт отчасти объясняет то, кем он стал. Не знаю. Глава первая. Мюнхен, 1949 год. Наш отель располагался совсем близко от места, где раньше находился концлагерь. Однако, объясняя, как к нам добраться, мы старались без крайней необходимости об этом не упоминать. Отель стоял в восточной части средневекового города Дахау, в конце мощеной, обрамленной полями дороги, и отделялся от бывшего концлагеря. Сейчас переселенческого пункта для немецких и чашеских беженцев от коммунистов, речка Вюрм. Отель наш — это трехэтажная вилла с крутой, двухскатной крышей из оранжевой черепицы и балконом, опоясывающим весь второй этаж, полыхавший красной герань. Дом знавал и лучшие времена. После того, как нацисты, а потом военнопленные, покинули лагерь, постояльцев почти не было, разве что изредка поселился какой-нибудь инженер-строитель, помогающий руководить частичным сносом концлагеря, в котором я и сам провел несколько очень неприятных недель летом 1936-го. Власти не видели необходимости сохранять остатки лагеря для настоящих или будущих посетителей. Однако большинство жителей городка, и я в том числе, придерживались мнений, что лагерь — единственная возможность для привлечения денег в Дахау. Но пока надежды на это было мало, потому что мемориальная церковь стояла недостроенной, а братская могила, где было похоронено больше пяти тысяч человек, никак не обозначена. Наплыва туристов городок не наблюдалось, и, несмотря на все мои старания с геранью, отель потихоньку приходил в упадок. Так что, когда новенький Бьюик Родмастер затормозил на нашей короткой подъездной дороге, я сказал себе, что двое его пассажиров, скорее всего, заблудились и остановились, чтобы узнать дорогу к казармам Третьей американской армии, хотя трудно было понять, как они ухитрились проехать мимо них, не заметив. Из Бьюика вышел водитель. Потянулся, как ребенок, и взглянул на небо, словно бы не удумевая, что птицы ищпают в таком месте, как дыхал. У меня тоже частенько мелькали такие мысли. Пассажир остался сидеть в машине, глядя прямо перед собой и, возможно, от всей души желая находиться где-нибудь подальше, в чем я ему целиком сочувствовал. Имея я такой же сверкающий зеленый седан, я бы точно катил себя мимо без задержки. Оба были в штатском, но водитель одет гораздо лучше пассажира. Лучше одет, лучше откормлен, и со здоровьем у него было явно побогаче. Во всяком случае, так мне показалось. Танцующий походкой он сбежал по каменным ступеням и уверенно вошел через парадную дверь отеля, точно дом принадлежал ему. И я поймал себя на том, что вежливо киваю загорелому человеку без шляпы, в очках, с лицом шахматного гроссмейстра, просчитавшего всевозможные варианты матча. На заблудившегося он совсем не был похож. — Вы хозяин, — осведомился он, едва войдя в дверь. Эту фразу он произнес легко и непринужденно. На хорошем немецком, не глядя на меня в ожидании ответа и небрежно разглядывая интерьер. Здесь было все предназначено для того, чтобы придать помещению уютный вид. Но такой уют годился, разве что если жить тут с дояркой. Всюду колокольчики для коров, прялки, чесалки для пеньки, грабли, точила и большой деревянный бочонок. На крышке которого валялись Зюддойче Цайтунг двухдневной давности и подлинный древний экземпляр Мюнхеннер, штат Танцайгер. Стены украшали акварели с изображением местных пейзажей, сценок провинциальной жизни тех времен, когда художники получше Гитлера приезжали в Дахау, привлеченные неповторимым очарованием реки Ампер и болотами Дахау. Сейчас болота уж почти все осушили и превратили в поля. Акварели такой же кич, как часы с кукушкой и золоченой бронзе. — Ну, можно сказать, хозяин я. — Во всяком случае, пока моя жена не здорова, она сейчас в госпитале в Мюнхене, — ответил я. — Надеюсь, ничего серьезного? Американец по-прежнему не смотрел на меня. — Его, похоже, куда больше интересовали акварели, чем здоровье моей жены. — А, наверное, вы ищете американские казармы в старом концлагере, — высказал я догадку. — Вы свернули из дороги. А надо было ехать прямо через мост, через речной канал, отсюда недалеко, по другую сторону, вон тех деревьев. Наконец он оглянулся на меня, и в глазах у него блеснуло лукавство, как кота. — Кополя, да? И пригнулся, выглядывая из окна в сторону лагеря. — Рады, конечно, спорить могу, что тут растут деревья. Так ничто не напоминает вам, что рядом был концлагерь, а? — Очень, очень, кстати, тополя. Игнорируя скрытое обвинение в его тоне, я тоже подошел к окну. — И вот тут вы, наверное, и заблудились. — Нет, нет, — возразил американец. — Я не заблудился. Именно этот отель я и искал, если это Шродербрау. — Да, это Шродербрау. — Значит, мы попали, куда ехали. Американец был пониже меня, среднего роста, с маленькими руками и ногами. Его рубашка, его галстук, брюки и ботинки — все было различных оттенков коричневого, только пиджак из светлого от вида красивый, явно дорогой. А золотой роликс на запястье подсказал мне, что в гараже у него в Америке стоит машина, пожалуй, подороже Бьюика. — Мне нужны две комнаты на две ночи, — заявил он. — Для меня и моего друга. — Боюсь, наш отель вряд ли вам подойдет. А я могу лишиться лицензии. Я никому не проболтаюсь, если не скажете вы. — Пожалуйста, не сочтите меня бестактным, сэр. Я перешел на английский. Языку я учился самостоятельно. Но, знаете, мы, можно сказать, уже закрыты. Отель принадлежал моему тестью, пока он не умер. А у нас с женой дела идут неважно. По очевидным причинам. А теперь, когда она заболела, я пожал плечами, да и повар из меня, мягко говоря, посредственный, а вы, я вижу, человек, привыкший к комфорту. Вам будет гораздо удобнее в другом отеле, в Зиглер-Брау, например, или Хёрме-Мэре, на другом конце города. Оба отеля одобрены для проживания американцев, и у обоих имеются отличные кафе, особенно в Зиглер-Брау. — Я правильно понимаю, других гостей в отеле нет. — спросил он, не обращая внимания на мои возражения и попытки говорить по-английски. Он изъяснялся по-немецки, понятнее, как мой соотечественник. Но со словарем и с грамматикой все было в полном порядке. — Правильно, — подтвердил я. — Номера пустуют, я же сказал, мы вот-вот закроемся. — Я спросил только потому, что вы все время повторяете обеспечить пару чистых стаканчиков. Это мигом. Я никак не мог сообразить, что ему нужно. Уж точно не две комнаты по дешевке. Вид у него был совсем не тот. И если в его ботинках до блеска отполированных и таилась какая ядовитая крыса, я еще ее не учуял. Но вот виски пахло великолепно. Честное слово старого гурмана. А как же ваш друг в машине, и он к нам не присоединится? Нет, он не пьет. Я принес стакан и не успел спросить, желает ли он добавить в виски и воды, как американец уже наполнил оба до краев. Подняв свой против света, он медленно проговорил, задумчиво разглядывая меня. — Знаете, вы мне кого-то напоминаете, но вот кого никак не могу вспомнить. Я пропустил его замечания мимо ушей. Такое может отпустить только американец или англичанин. В сегодняшней Германии никто не желает припоминать никого и ничего. Привилегия побежденных. — Ну, ничего, всплывет. Тряхнул он головой. — Я никогда не забываю лиц. — Ладно, неважно. Он отпил виски и отставил стакан в сторону. Я отхлебнул свое. Я оказался прав. Виски был отличным, про что я ему и сказал. — Послушайте. Начал он. — Так случилось, что ваш отель очень подходит для моих целей. Мне требуется, как я уже сказал, две комнаты на ночь. А может, на две ночи. Зависит от обстоятельств. Деньги у меня есть. Наличные. Вынув из заднего кармана пачку навехоньких дочь марок, он снял серебряный зажим и, отсчитав пять двадцаток, что было раз в пять больше цены за две комнаты на две ночи, шлепнул их на стол передо мной. Такие деньги предполагают отсутствие лишних вопросов. Я допил виски и позволил себе перевести глаза на пассажира, по-прежнему сидящего в бьюике на улице. Последнее время я стал несколько близо рук, а потом прищурился, стараясь разведеть его получше. Американец опередил мой вопрос. — Вы удивляетесь, что с моим другом? Не из странненьких ли? Он снова наполнил стакан и ухмыльнулся. — Не волнуйтесь, теплых чувств друг к другу мы не испытываем, коль вы такое подумали. Если вам доведется поинтересоваться его мнением обо мне, то, думаю, он ответит, что ненавидит меня всем нутром, мразь такая. — Приятный компаньон в путешествии, — заметил я и взялся за вновь полный стакан. До сотни марок я пока еще не дотрагивался, по крайней мере, руками. Однако глаза мои то и дело утыкались в эти пять купюр, и американец, заметив отсказал, — Давай же, бери деньги. Мы оба знаем, что они тебе нужны. Этот отель не видел постояльцев с того дня, как мое правительство прекратило судебное преследование преступников в Дахао, то есть с прошлого августа. — А тому же почти год, точно. Неудивительно, что твой тесть покончил с собой. Я молчал. Запашок, притаившийся крысы, уже щекотал мне ноздри. — Несладко, наверное, тебе приходится, — продолжал американец. — Очень несладко. — Теперь, когда судебные процессы закончились, кому охота приезжать и проводить тут отпуск? — Да, Хауэт, вам не Кони Айленд, верно? — Конечно, может быть, тебе еще и повезет. — Морд, заполучьте из десяток евреев, которым придет охота прогуляться с полей памяти. — Переходи к сути, — перебил я. — Ладно, — согласился американец, залпом допил виски и достал из кармана золотой портсигар. — Герр, комиссар, Гюнтер. Я принял предложенную сигарету и позволил ему дать мне прикурить. Спичку он зажег, а ноготь большого пальца. — Ты все-таки поосторожнее, — заметил я, а то, пожалуй, испорчешь себе маникюр. — Или ты мне можешь испорчить его? — А, так, все может быть. — Не стоит хамить мне, приятель, — расхатался он. — Другие уж пробовали. Эти фрицы до сих пор выгребают крошево изо рта. — Ну, не знаю, — протянул я. — Не похож ты как-то на крутого парня. — Или в этом сезоне у крутых модно так одеваться? — Знаешь ты там чего или не знаешь, Берни, старина, не так же для меня и важно. Позволь для начала рассказать тебе, что знаю я. — А знаю я много, например, что вы с женой приехали сюда прошлой осенью, чтобы помогать старику управлять отелем, так? — А он покончил с собой Краснокровное Рождество, и твоя жена свихнулась из-за этого. — И что раньше ты служил криминал-комиссаром в Алексе, в Берлине, полицейским был, как и я. — Ты не похож на полицейского. — Спасибо. Принимаю как комплимент, герр, комиссар. — Комиссаром я был десять лет назад. Служил инспектором, потом частным детективом. Американец резко кивнул на окно. — Тот парень в машине прикован к рулю наручниками. — Он военный преступник. — Таких ваши газеты называют «красная куртка». — Примечание. Преступники, пригвоенные к смерти, носили красные куртки. — Конец примечания. В войну он работал тут, в Дахау. Сжигал трупы в крематории, за что и был приговорен к двадцати годам тюрьмы. Если спросишь меня, так он заслуживает, чтобы его вздернули на виселице. Все они заслуживают виселице. Но если б его повесили, то он не сидел бы сейчас в машине, помогая мне в расследовании. И я не имел бы удовольствия познакомиться с тобой. Янке пустил струю дыма в резной деревянный потолок и снял крошку табака своего розового красноречивого языка. В машке ему коротким апперкотом. Он лишил своего кончика. Я был заодно с парнем в машине, ненавидевшим Янке. Мне тоже не нравились манеры американца. И чувство превосходства, какое он тут демонстрировал. Но убить его, пожалуй, не стоит. Я находился в американской оккупационной зоне. И оба мы знали. Американцы легкому-то обеспечить мне немалые неприятности. А я их не желал. Особенно после всех трудностей, что поменял с Иванами. Так что кулаки свои я попридержал. К тому же мешало еще одно маленькое обстоятельство. Сотня марок. А сотня марок они и есть. Сотня марок. Парень, этот, что сидит в машине, оказывается, был другом твоего тестя. Отвернувшись, Янке двинулся в бар. Думаю, он с дружками своими, эсэсовцами, частенько наведывал сюда. Я видел, как он обижал взглядом грязные стаканы на стойке, забитые окурками пепельницы и пивные потеки на полу. Все мои следы. Бар был единственным местом в отеле, где я по-настоящему чувствовался как дома. Наверняка твой бар знавал времена и получше, а... И он раскатался. Знаешь, Юнтер, тебе по всему видать надо снова стать копом. Гостиничному делу ты не годишься, это уж точно. Никто не умоляет тебя оставаться тут и брататься со мной. Брататься? Снова раскатался. Ты думаешь, мы этим занимаемся? Нет, что ты. Я никак не могу испытывать братских чувств к человеку, способному жить в таком месте. Не напрягайся. Я в семье единственный ребенок, и потому подобных чувств начисто лишен. Если откровенно, так мне лучше окурки из пепельницы выковыривать, чем болтать с тобой. Знаешь, Вольф, тот парень в машине, — перебил американец, — такой предприимчивый тип. Прежде чем сжигать трупы, он выдергивал у них щипцами золотые коронки. А еще у него был секатор, — откусывать пальцы с обручальными кольцами. Даже водились специальные щипцы имен, обыскивал интимные местечи мертвецов, разыскивая свернутые купюры, драгоценности и золотые монеты. — Поразительно просто, чего он только не находил. Хватил добра, чтобы заполнить ящик из подвинных бутылок. Он его в саду твоего тестя закопал перед самым освобождением лагеря. — И ты желаешь выкопать его? — Лично я копать не собираюсь. А вот он, — американец ткнул пальцем в парадную дверь, — выкопает, если соображает, что для него хорошо, а что плохо. — Почему ты решил, что ящик еще там, — осведомился я. Он пожал плечами. — Сто процентов, что гер Хендлёйзер, твой тесть, не нашел его. Если б нашел, так отель пребывал бы куда в лучшем состоянии. И, возможно, тогда он не положил бы голову на рельсы, словно Анна Каренина. Хотя пари держу, дожидаться поездом пришлось гораздо меньше, чем ей. Вот что у вас фрицев отлажены превосходно. Тут я отдаю вам должное. В вашей проклятой стране все по-прежнему работает с точностью часов. — А сотня марок за что, чтобы я держал рот на замке? — Ну да. — Но молчать тебе следует не потому, почему ты думаешь. — Иди, шли. Я оказываю тебе услугу, тебе и всем остальным в городке. Ведь если выплывет гюнтер, что в твоем саду кто-то выкопал ящик с золотом и драгоценностями, все жители поимеют массу хлопот с другими охотниками за сокровищами. Сюда хлынут беженцы, солдаты, английские и американские, отчаявшиеся немцы, алчные Иваны, короче, в кого не ткни все. Вот почему я действую неофициально, без шума. Так-то, друг. — Слухи о сокровище могут оказаться выгодными для бизнеса, — возродил я, снова возвращаясь к столу. Деньги по-прежнему лежали там. Может, привлечь в город толпы народа? А когда они ничего не найдут? Подумай об этом. Дело может обернуться головной болью. Я такое уж наблюдал. Я кивнул. Не могу сказать, что меня не одолевало искушение взять его деньги. Но я не желал иметь никакого касательства к золоту, извлеченному изо рта трупов. И потому подтолкнул купюру обратно к нему. Копай на здоровье. Ты можешь делать что пожелаешь с тем, что найдешь. Но запах твоих денег мне не нравится. Похоже на долю от мародерства. А в мародерстве я ни в войну не участвовал, и уж, конечно, не желаю участвовать сейчас. — О, надо же! — Фрид с принципами! Черт! А я считал, что Адольф Гитлер пубивал всех таких парней. — Номер стоит ремарки за ночь, — заявил я. — За каждую комнату. Плата вперед. Горячая вода есть и днем, и ночь. Но если пожелаешь чего еще, кроме пива и чашки кофе, то плата за это отдельная. Еда для немцев еще нормирована. — Все по-честному, — откликнулся он. — А насчет тебя я ошибался. И мне вроде как надо извиниться. — Извини. — И мне вроде как надо извиниться. Я плеснул себе еще немного виски. Каждый раз, как я смотрю на эти деревья, я вспоминаю, что происходило по другой сторону посадок. Глава вторая. Спутник американца был среднего роста, темноволосый, с оттопыренными ушами, темные пасмурные глаза опущены, в толстом твидовом костюме и простой белой рубашке. Галстук отсутствовал, несомненно, из-за паски, как бы он на нем не повесился. Со мной он не разговаривал, я с ним тоже. Когда он вошел в отель, голову втянулось в узкие плечи, словно на него давил груз стыда. Другого объяснения я придумать не мог. Ну, может быть, я все нафантазировал. В общем, мне стало жаль его. Если б карты легли по-другому, возможно, в машине американца сидел бы я. Была еще одна причина для моей жалости. И вид у него был совсем больной, его била лихорадка. Вряд ли ему справиться с задачей копать яму в саду. Так я и сказал американцу, когда тот привел к инструменты из недр багажника. Он же совсем больной, но в больницу надо. Туда он и отправится потом, если найдет ящик, то получит свой пенцелин. Янки пожал плечами. Не будь у меня такого рычага, так он вообще не стал бы мне помогать. Я думал, вам, Янки, полагают следовать Женевским конвенциям. О, мы и мы следуем. А как же? Но эти ребята, они ведь необычные солдаты. Военные преступники. Некоторые из них убили тысячи людей. Потом поставили себя вне рамок, засчитывая на пленных. Мы прошли за Вольфом в сад. Там американец бросил инструмент на траву и приказал ему приступать. День стоял жаркий. Слишком жаркий, чтобы копаться где-то, как в собственных карманах. Вольф на минуту привалился к дереву, стараясь определить, где зарыт ящик, и вздохнул. — Вроде бы тут, — прошептал он. — Вот прямо тут. Можно стакан воды? Руки у него трясли, салоп покрылся потом. — Принеси ему, Гюнтер, пожалуйста, стакан воды, — попросил мой американец. Вернувшись с водой, я увидел, что Вольф уже держит в руках мотыгу. Он размахнулся, чтобы всадить ее в землю, и чуть не свалился. Поймав его залог, те помог ему сесть. Американец совершенно безмятежно прикуривал сигарету. — Можешь не торопиться, Вольф, дружище. Спешки никакой. Вот почему я и взял номера на две ночи, ясно. Он не совсем готов для садовых работ. Этот человек не способен ни к какой физической работе, — возрождил я. — Взгляни только на него, он на ногах-то еле держится. Щелчком американец стрельнул спичкой в Вольфа, иронически фырнул. — И что, ты воображаешь-то? Он посочувствовал хоть одному заключенному в Дахау. Да черт, ас-два! Скорее всего, кто-то падал. Он стрелял ему в затылок, и все. А неплохая идея. Избавит меня от хлопот тащить его снова в тюремный госпиталь. — А я думал, тебе требуется найти драгоценности. — Разумеется, но сам я копать не собираюсь. У меня модельные туфли от Флоршайма. — Я сердито отобрал мотыгу у Вольфа. — Если есть хоть тень надежды избавиться от тебя до вечера, — обыкнул я, — так я сам стану копать. И воткнул мотыгу в траву, будто в череп американца. — Ну уж это, Гюнтер, твое дело. Или, как там выражаются англичане, твои похороны. — Нет, похороны как раз не мои. Но если не возьмусь копать, то станут его. Я снова замахнулся. — Спасибо, товарищ, — прошептал Вольф и, сев под дерево, привалился к стволу и прикрыл глаза. — Ох, фрицы! — ухмыльнулся американец. — Держитесь вместе! — А? — Немцам или кто тут разницы нет, — отозвался я. — Я помог бы кому угодно при таких обстоятельствах. Пусть даже человек мне и не особенно нравился бы. Даже тебе помог бы. — Где-то сейчас я махал мотыгой, потом работал лопатой, инкаец, выкопав около метра грунта, наткнулся на что-то твердое. Лопата стукнула, как крышку гроба. Американец быстро подскочил к краю ямы, и глаза его впились в землю. Я снова принялся копать и подцепил ящик размером с небольшой чемодан. Увейстый такой. Я бросил он траву к ногам американца. А подняв глаза, наткнулся взглядом на краткоствольный бульдог тридцать восьмого калибра специальный полицейский. — Ничего личного, — бронил Янки. — Но человеку, выкопавшему сокровище, вполне может явиться мыслишка, что он тоже заслуживает доли, особенно такому благородному, который отказывается от сотни марок. — Вот теперь меня снидает желание превратить твою физиономию в кровавое месиво. — И лопатка красноготове. Он помахал револьвером. — Бросай давай лопату, да поскорее, на всякий пожарный. Наклонившись, я поднял лопату и забросил на цветочную клумбу. Сунул руку в карман и, заметив, как он подобрался, рассмеялся. — Какой-то для крутого парень чересчур нервный. И, вынув пачку, лаки страйк закурил. — Те фрицы, которые до сих пор выгребают осколки изо рта, скорее всего, просто небрежно очистили яйца. Либо так, либо наплел ты тут мне не болиться. — А теперь, — прикрикнул он, — вылезай из ямы, бери ящик, тащи его в машину. — Ах да, у тебя ж маникюр съездил я. Вот именно. Выбравшись из ямы, я уставился на него, потом опустил глаза на ящик. — Ты настоящий подонок, — бросил я ему. — Но в свое время я встречал подонку в похлещи тебя. Я знаю, что я говорю. Причин хладнокровно убить человека полно, но отказ тащить ящик в списке не значится. А потому я иду в дом, умоюсь и выпью пиво, а ты можешь отправляться хоть к черту на рога. И я, развернувшись, сжигал к дому. Курка американец не нажал. Минут через пять, выглянув из окошка ванной, я видел, что ящик бью и кумедленно с трудом тащит Вольф, а Янки по-прежнему держа револьвер наготове и, нервно поглядывая на окна, точно боясь, что у меня может найтись винтовка, открывает багажник. Вольф бросил ящик внутрь, после чего оба забрались в машину и стремительно уехали. Я спустился вниз, прихватил из бара пива и запер парадную дверь. В одном американец был прав, хозяин отели из меня паршивый, и самое время признавать это. Я разыскал лист бумаги и большими красными буквами написал на нем «Закрыто до особого объявления». Прикрепил лист на стекло двери и вернулся в бар. Спустя два часа и вдвое большее количество кружек пива, я сел на электричку до главного Мюнхенского вокзала. Оттуда я прошел разбомбленным центром до угла Людвиг-штрасса, где сел на трамвай, поехал к Швабингу. Тут почти все здания напоминали мне меня самого. Лишь фасады создавали впечатление, что улица пострадала незначительно, а на самом деле внутри все было выжжено, уничтожено, пора и мне подремонтироваться. Но я не знал, как это осуществить, пока я занимаюсь тем, чем занимаюсь. Работая детективом в отеле «Адлон» в начале тридцатых, я поднакватался навыков в управлении роскошным отелем. Но это казалось плохой подготовкой к управлению маленьким, и Янке прав, мне следовало вернуться к тому, что я умел лучше всего. Я намеревался рассказать Кирстен, что хочу выставить отель на продажу, а сам снова пойду в частный детектив. Конечно, сказать ей можно, но рассчитывать, что она выкажет хоть малейшие признаки понимания, не приходится. У меня хотя бы фасад сохранился. От прежней Кирстен остались одни руины. Главная государственная больница находилась на северном конце Швабинга, но ее приспособили под американский военный госпиталь, что означало, немцам придется лечиться где-то еще. Всем, за исключением ненормальных, этих лечили в госпитале института психиатрии Макса Планка. Находился он сразу за углом от главной больницы, на Крепеленштрассе. Кирстен я навещал по возможности часто, но у меня ведь еще веселый отель. Последнее время я мог ходить в госпиталь только через день. Хотя из палаты Кирстен открывался вид на парк, условия в палате я не назвал бы комфортными. Окна были забраны решетками, и все три соседки Кирстена были серьезно больны. В комнате пахло мочой. Иногда одна из женщин истошно визжала, истерически хохотала или бросалась в меня в какую-то дряню. К тому же кровати кишели паразитами. На бедрах и руках Кирстен краснели точки укусов. А как-то меня самого здорово покусали. В Кирстен я с трудом узнавал женщину, на которой женился. За десять месяцев после отъезда из Берлина она состарилась на десять лет. Длинными, седыми, немытыми косвами висели отросшие волосы, глаза, точно две потухшие лампочки. Она сидела на краю железной кровати, устаившись в зеленый линолеум, будто увлекательнее зрелища и не видела никогда. Похоже, была бедняжка на жалкое чучело неведомой зверушки из коллекции музея на Рейхард-Вагна-Штрассе. После смерти отца Кирстен впала в состояние глубокой депрессии. Стала много пить и разговаривать сама с собой. Сначала я предполагал, что она считает, что я ее слушаю, но скоро с болью понял, что нет, не тот случай. И потом обрадовался, когда она замолчала. Но беда в том, что она вовсе перестала говорить. Когда стало очевидно, что она накрепко замкнулась в себе, я вызвал у врача, и тот порекомендовал немедленную госпитализацию. У нее острая форма кататонической шизофрении. Такой диагноз поставил доктор Бублиц, психиатр, лечивший Кирстен, спустя неделю после ее госпитализации. Это заболевание довольно распространенное. После того, через что прошла Германия, чему-то удивляться. Почти пятая часть наших пациентов страдает от кого-то типа кататонии. В Нижинского, танцовщика и хореографа, такое же состояние, что и у Фройлен. Хендлозер. Семейный врач семьи Кирстен, лечивший ее с самого детства, поместил Кирстен в госпиталь под девичьей фамилией. И к моему раздражению исправить эту ошибку не было никакой возможности. Так что вскоре я перестал поправлять врача, когда он называл Кирстен Фройлен Хендлозер. Она поправится, спросил я доктора Бублица. Трудно сказать. Ну, а как Нижинский теперь? Прошел слух, что он умер, но слух оказался ложным. Он еще жив, хотя и остается под наблюдением психиатров. Думает, ответ на мой вопрос. О Нижинском? О моей жене. Последнее время я редко видел доктора Бублица. В основном сидел рядом с Кирстен. Причасывал ей волосы иногда, прикурил для нее сигарету и вставлял ей в голову крта. Там сигарета и оставалась, пока я не вынимал ее потухшую. Иногда от дыма, подавший ей в лицо, Кирстен смаргивала, и это было единственным признаком жизни, какой она подавала. От счастья потому, я и совал ей сигарету. Случалось, я читал ей газету или книгу, а пару раз, когда дыхание у нее было слишком уж зловонным, даже чистил ей зубы. В этот раз я рассказывал ей про свои планы насчет отеля и себя. Мне надо что-то делать своей жизнью. Не могу больше оставаться в отеле, иначе мы окажемся тут оба. Так что сегодня, после больницы, я отправлюсь к вашему семейному адвокату и выставлю отель на продажу. Потом я планирую занять немного денег под залог отеля у Гераколя, в Эксельбанке, и начать на них собственный бизнес. Конечно, как частный детектив. И нет таланта управлять отелем. Полицейская работа — вот единственное, что я умею делать. Я арендую офис и небольшую квартирку тут, в Швабинге, чтобы быть поближе к тебе. Там уже район Мюнхена. Ты знаешь всегда немного, напоминал мне Берлин. И тут дешевле всего. Из разрушений после бомбежек было бы идеально найти помещение где-нибудь поближе к Квакмюллерстрассе. Там офисы Баварского Красного Креста, и туда прежде всего обращаются люди, разыскивающие пропавших. Думаю, я сумею заработать на вполне приличную жизнь, занимаясь такими розысками. Я и не рассчитывал, что Кирстен как-то отзовется. И, разумеется, она меня не разочаровала. Она по-прежнему не отрывала глаз от пола. Точно моя новость была самой грустной из тех, что она услышала за много-много месяцев. Я примолк, закурил сигарету и глубоко затянулся, а потом смел ее подошву башмака и сумла куры в карман. Грязи в палате хватало без него. В Германии пропадает много людей, добавил я, так же, как и при нацистах. Я покачал головой. Не могу я дальше жить в Дахау. Тем более один. Сыт по горло, уж тошнит. Так себя чувствую, что впор ложит суда, в больницу, вместо тебя. Я чуть было из собственной шкуры не выпрыгнул. Соседка в палате вдруг визгливо, пронзительно расхохоталась, пущу повернулась лицом к стене и стояла так, до конца моего обсещения, раскачиваясь, словно старик раввин. Может, она знала нечто, о чем пока даже не догадывался. Говорят ведь, что безумие — всего лишь способность заглянуть в будущее. И знай мы будущее. Пожалуй, кто угодно из нас завизжал бы. Главное в жизни — как можно дольше не позволять будущему вторгаться в настоящее. Сертификат о денофикации мне пришлось получать в Министерстве внутренних дел. Так как я никогда не был членом нацистской партии, то особых трудностей не возникало. В Главном управлении полиции, там мне требовалось подтвердить сертификат, работало много людей, которые, как и я, раньше были эсэсовцами, не говоря уж о том, что некоторые служили в гестапо или СД. К счастью для меня, оккупационные власти не придерживались мнения, что если офицеров из КРИПО, криминальной полиции, или ОРПО, патрульной полиции, перебросили в эти нацистские полицейские организации, то это повод не допускать человека к работе в Новой Германии. И только люди помоложе, начинавшие карьеру в СС, гестапо или СД, сталкивались с настоящими трудностями. Но даже в этом случае существовали пути обойти закон об освобождении от национал-социализма и милитаризма, ведь если ему следовать со всей строгостью, то в Германии вообще не осталось бы полицейских. Хороший полицейский — это всегда хороший полицейский, даже если он и был когда-то мерзавцем-нацистом. Я подыскал небольшой офис на галерии Штрассе напротив Большой Почты над букинистической лавкой. На том же этаже находились кабинет-донтист и обменный пункт. Именно такое помещение мне и требовалось. Тут я чувствовал себя респектабельным, насколько это вообще возможно, в здании, сохранившейся камуфляжной расцветкой, который защищал его от бомбежек союзных войск. Войну здесь располагался небольшой филиал военного министерства, находившегося на Людвиг-Штрассе. И в старом шкафу я наткнулся на покрытые плесенью портреты Гитлера и Геринга, пустой ящик из-под гранат, патронтаж от винтовки и каску М-42 с гребнем, которая оказалась мне в пору. Рядом с парадной дверью находилась стоянка такси и торчал киоск, торгующий газетами и сигаретами. Я украсил медной табличкой с моим именем дверь нижнего этажа, а на стенку повесил внизу почтовый ящик. В общем, обустроился. Я прогулялся по центру Мюнхена, оставляя свои новенькие визитки во всех учреждениях. В Красном Кресте, Информационном бюро Вермахта, Институте культуры Израиля, в Американ-Экспресс, в офисе потерянной собственности полицейского управления. Я даже заглянул к нескольким старым знакомцам, которые имели возможности подкинуть мне клиентов. К бывшему полицейскому по фамилии Корж, он теперь работал старшим репортером в американской газете «Ной Цайтунг». К моей бывшей секретарше Дагмар она трудилась в городском архиве на Винзерарштрассе. Но главным образом путешествовал я по офисам многочисленных мюнхенских юристов, расположенных во Дворце правосудия и его окрестностях. Если кто и преуспевал в американскую оккупацию, так это юрист. Мир может в один прекрасный день рухнуть, но юристы выживут и займутся документами. Первое мое дело пришло как раз от юриста, и по странному совпадению было связано с красными куртками из Ландсберга. Впрочем, второе тоже, что, возможно, уж никаким совпадением не было. И следующее за ними также оказалось и с той же оперы. Любое из них могло бы перевернуть мою жизнь, но перевернуло только третье. И даже теперь мне трудно сказать наверняка, имели ли касательство к нему два других расследования. Эрих Кауфман был юрист, неоконсерватор и член так называемого Гейдельбергского союза юристов, центрального координирующего органа по освобождению заключенных Ландсберга. 21 сентября 1949 года я отправился в роскошный офис Кауфмана, находившийся в здании рядом с Дворцом Правосудия на Карлсплац. Впечатление было такое, что на площади идет сражение. Грохот от бетономешалок, лотков, виск пил, дворец спешно ремонтировали. Дату я запомнил, потому что буквально накануне в новом парламенте выступал представитель правых сил Альфред Лориц, требуя незамедлительной и всеобщей амнистии для всех, кроме самых серьезных военных преступников. Под этим он подразумевал уже мертвых или тех, кто был в бегах. Я читал его выступление в Зюддойче Цайтунг, когда вошла секретарша Кауфмана, чтобы отвезти меня в роскошные апартаменты, которые он скромно именовал офисом. Не знаю, что поразило меня больше всего. Кабинет, статья в газете или секретарша. Уже сколько времени прошло, как меня не обласкивала ресницами такая миленькая маленькая фройляйн. Ласковостью я приписал новому костюму, который сидел на мне как влитой. Однако костюм Кауфмана был куда шикарней, и облегал он владельца, как и положено, дорогому костюму. На вид Кауфману было лет под шестьдесят, не было сомнений. Передо мной и еврей, да и имя на дверной табличке выгравировано на еврите. Приятная замена недавней желтой звезды Давида в его окнах. Я этому только порадовался. Обстановка в Германии возвращалась к нормальной. Что с Кауфманом происходило в войну? Я представления не имел, но про такое у людей не спрашивают. Однако за несколько лет после ухода нацистов он, очевидно, весьма преуспел. Не только его костюм был лучше моего, но и все остальное тоже. Туфли явно шиты на заказ, руки выхолены, а булавка в его галстуке сверкала, как подарок ко дню рождения от самой царицы Савской. Даже зубы у него были лучше моих. В пухлых пальцах он крутил мою визитку, не тратя времени на пустые любезности. Приступил прямо к сути. Я ничуть не возражал. На выражение почтения я и сам не очень догораст, особенно после пребывания в русском лагере военнопленных. Вдобавок мне не терпелось раскрутить свой бизнес. Я хочу, чтобы вы побеседовали с одним американским солдатом, начал Кауфман. Это рядовой третьей армии США по имени Джон Иванов, охранник в тюрьме номер один для военных преступников. Знаете, где она? В Ландсберге, наверное. Правильно. Именно там. Проверьте его, Георгюнтер. Выясните. Что он за человек? Надежный или нет? Честный ли? Искренний или скользкий тип? Как я полагаю, конфиденциальность дела своих клиентов вы соблюдаете? Разумеется, отозвался я. Держу рот на замке покрепче, чем Рудольф Гесс. Примечание. Гесс Рудольф, 1894-1987 годы, один из главных военных преступников Германии. С 1925 года секретарь Гитлера, с 1933-го его заместитель по партии, лично ответственный за развязывание Второй мировой войны. На врученном ему в 1945 году обвинительном заключении Международного военного трибунала написал «Я ничего не помню». Конец примечания. Тогда, строго конфиденциально, я сообщу вам, что рядовой Иванов выдвинул ряд обвинений касательно обращения с красными куртками и сообщил, что так называемых военных преступников в июне прошлого года намеренно казнили так, чтобы люди умирали долго и мучительно. «Я дам вам адрес, где вы встретитесь с Ивановым». Открутив колпачок ручки золотым пером, он стал писать на листке бумаги. «Кстати, по поводу вашего замечания о Гессе. У меня, Георгюнтер, чувство юмора отсутствует. Его из меня выбили нацисты. Выбили в буквальном смысле слова, могу вас заверить. Если честно, то и мое чувство юмора не на высоте. Из меня его вышибли русский. Так что вы поймете, я не шучу, когда говорю. Мой гонорар — десять марок в день плюс расходы предоплата за два дня вперед». Он и глазом не моргнул. Видно, нацисты над ним здорово поработали. По векам лупить у них особенно хорошо получалось. Но все-таки я сообразил, что, скорее всего, оценил свою работу чересчур низко. Работая в Берлине, я предпочитал, чтобы люди ворчали насчет моего гонорара. Таким образом, я избегал клиентов, жаждавших выкачать из меня побольше информации за гроши. Вырвав листок из блокнота, Кауфон протянул его мне. «На вашей визитке, Герр Гюнтер, написано, что вы немного объясняетесь по-английски». «Это действительно так?» «Да», — по-английски подтвердил я. «А свидетель, по-моему, владеет начатками немецкого». «Ваш английский поможет узнать вам его получше, а может даже и завоевать его доверие. Из американцев лингвисты нехти какие. У них, как у англичан, островной менталитет. Правда, англичанин уже, если говорит на немецком, то говорит хорошо. А американцы считают, что изучение любых иностранных языков — это пустая трата времени. Вроде как игра в футбол, раз сами они играют в какую-то непонятную его разновидность». «Иванов, фамилия, похоже, на русскую, заметил я. Может, он и по-русски говорит?» «Я по-русски говорю прекрасно. Выучился в лагере». «Вам повезло. Я про то, что вам удалось вернуться домой». Он окинул меня долгим оценивающим взглядом. «Да, очень повезло». «Это уж точно. Здоровье у меня хорошее, хотя я и получил порцию шрапнели в ногу. Да и по голове схлопотал пару лет назад». «Из-за этого случается иной раз. Затылок зудит. Обычно, когда происходит нечто бессмысленное, как сейчас, например». «О-о-о! А что же сейчас бессмысленного?» «С чего это вдруг евреи так заботят, что случилось с десятком поганых военных преступников?» «Вопрос справедливый», — покивал он. «Да, я еврей. Но это не означает, Георгий Унтер, что интересует меня только месть. Поднявшись, Кауфман подошел к окну, позвав меня властным кивком. Мимоходом я заметил фотографию Кауфмана в мундире немецкого солдата времен Первой мировой войны и диплом доктора наук университета Галли. А, встав рядом с ним, разглядел его светло-серый, в тонкую полоску костюм, даже еще дороже, чем мне показалось издалека. Ткань шелковисто зашуршала, когда Кауфман, сняв очки в черепаховой оправе, энергично стал протирать их платком ослепительной белизны, таким же безупречным, как и сам воротничок его рубашки. Меня больше интересовал сам Кауфман, чем вид на Карлсплац с высоты птичьего полета, открывавшийся из окна его офиса. Я чувствовал себя Исаавом, стоящим рядом с благополучным братом своим Яковом. — Это дворец правосудия? — Издание суда, — сказал он. — Года через два, может, дай-то бог и раньше, потому что этот грохот сводит меня с ума, а они станут такими же, как и прежде. Можно будет войти и поприсутствовать на судебном процессе, не подозревая даже, что когда-то здание было разрушено бомбами союзных войск. Может быть, кстати, здание это пойдет на пользу. Но закон — это нечто иное. Он создается людьми, Георгюнтер, а потому милосердию выше правосудия. Амнистия для всех военных преступников — вот что будет благоприятствовать рождению Новой Германии. — Включая преступников вроде Отто Оллендорфа, того, что виновен в смерти почти ста тысяч человек, — для всех отрезал он. Я один из многих, в том числе и евреев, кто считает, что политическая чистка, навязанная нам оккупационными властями, несправедлива во всех отношениях и провалилась с чудовищным теском. Необходимо как можно скорее прекратить преследование так называемых «беглецов от закона», а всех, остающихся в заключении, освободить. И подвести таким образом черту под печальными событиями этой достойной, сожалению, эпохи. Я, а также группа юристов-единомышленников и высшие церковные иерархи намерены подать прошение Американскому Верховному Выездному Суду о заключенных в Ландсберге. Сбор любых свидетельств дурного обращения с заключенными — необходимый первый шаг для нашей петиции. И то, что я еврей, абсолютно тут ни при чем. Я ясно изложил свою позицию. Мне понравилось, что он не погнушался прочитать мне небольшую лекцию о новой федеративной республике. Уж давно никто так не старался ради повышения уровня моего образования. Да и кроме того, наши деловые отношения с ним только зарождались, и наханчить было пока еще не с руки. К тому же он еще и юрист. И случается ведь, когда вы грубите юристом, они обвиняют вас в оскорблении и запихивают в тюрьму. Итак, я отправился в Ландсберг и встретился с рядовым Ивановым. А вернувшись, отправился снова навстречу с Кауфманом. Вот тут-то как раз и подоспел момент произнести все нахальные фразочки, какие я сумел придумать. А ему пришлось выслушать их и проглотить, потому что разговор с клиентом называется у нас, частных детективов, отчетом. А предоставляемые мной отчеты зачастую вполне могут сойти из-за оскорбления у человека, не привыкшего к моей манере. Особенно, если факты и отчеты совсем не похожи на те, какие он желал бы услышать, если хочет спасти подонков вроде от Толлендорфа от виселицы. Потому что Иванов оказался вруном и обманщиком. Хуже того. Стук о чем? Безмозглый обезьяна, который так и рвется подло свести счеты с американской армией, да еще вдавалок получить за это вознаграждение. Я совсем не уверен, приступил я, что он вообще работал в Ландсберге. Он понятия не имеет, что в 1924 году одним из заключенных там был Гитлер, или потому что замок был устроен только в 1910-м. Он не знает, что семеро повешенных в Ландсберге в июне 1948 года были нацистскими врачами. Сказал, что палачом там Джо Мальта. В действительности Мальт ушел из армии еще в 1947-м. В Ландсберге уже новый палач, его имя держится в тайне. Еще Иванов сказал, будто виселица расположена в помещении, а на самом деле она на улице. Такое человек не может не знать, если он на самом деле работает в тюрьме. Мой вывод. Работал он только в лагере для перемещенных лиц. — Ясно, — протянул Кауфман, — вы, Георгентор, провели чрезвычайно тщательное расследование. Не встречались люди еще более бессовестные, чем Иванов, — заключил я свой отчет, чуточку даже наслаждаясь ситуацией, — но только в тюрьме. Единственное, что поможет сделать из Иванова убедительного свидетеля, это сотняшка долларов, вложенная в Библию, на которую он станет приносить присягу. Кауфман помолчал с минут. Потом, выдвинув ящик с стола, вынул коробку и, достав из нее деньги, заплатил мне остаток гонорара наличным. Наконец заметил. — У вас такой довольный вид. — Я всегда доволен после хорошо сделанной работы. — Вы не до конца откровенны. — Ну что же, мы оба знаем, тут кроется что-то еще. — Ну разве что я даже рад, что Иванов оказался мошенником, — признался я. — Вы не верите в возможность возрождения справедливой Германии? — В Германию верю. А вот людям вроде Отто Оллендорфа нет. — Быть подлецом не входило в обязательные условия для вступления в СС, хотя, конечно, немало помогало, уж я-то знаю. — Какое-то время я и сам состоял в СС. Может быть, это отчасти объясняет, почему я не попадаю в ногу с вашей новой федеративной республикой. А может быть, я просто чуточку старомоден. Но понимаете ли, есть нечто такое в человеке, который убил сто тысяч мужчин, женщин и детей, что меня вызывает отращение. Я склонен думать, что наилучший способ для Новой Германии взять старт с разгону — это повесить его и ему подобных.